С Новым Годом вас! С Новым Годом вас! С Новым Годом вас! Я рада вам встрече с вами. У нас снова в гостях Александр Кутиевский. Тот, кто к нам пришел впервые, а я вижу здесь много новых лиц, я хочу вас познакомить. Это... Я сразу забыл, что я не знаю, что я не знаю. Это врач с классическим медицинским образованием, директор Ведического Центра Культуры, специалист в области аэропортической психологии. Александр... Что-то не так, да? Нет, ведическое просто. Александр ездит с лекциями, с семинарами по всей России. Он несет знания людям, и мы надеемся, что... Я думаю, можно попроще все-таки, да? Ну, главное, самоуправление... Потому что я чувствую, что вот это... Истины этих святых древних врачей, они помогут нам понять свою человеческую... И тема сегодняшней лекции... Две стратегии человеческой жизни. Добрый вечер. Действительно, давайте мы начинаем. Наше время пришло? Я пару слов скажу для тех. Вообще, про Веды... Есть люди, которые вообще никогда с этим никакой не соприкасались, не сталкивались? Просто пару слов надо бы это рассказать или нет? Надо. Надо. Хорошо. Тогда Веды... Ну, как геотор Вомского Центра Ведической Культуры, я представляю именно их. То есть это одна из самых древнейших литератур на Земле, литературные источники. Ну, некоторые считают, что одни из, другие считают, что самые древнейшие. Тут сразу возникает естественный вопрос. Раз древнее, да? То как-то, скорее всего, уже не очень актуально. Ну, то есть когда-то, ну, может быть, было и ничего, а в наше время... Ну, при чём здесь всё это? Фу, точка. В Ведах есть одна особенность, которая, как бы, отличает их от других литературных источников. Открыть. Веды описывают неконкретные ситуации. То есть правила, которые применимы не конкретной, вот, не конкретной стране, не конкретной культуре, не конкретной национальности или ещё в чему-то. Они описывают базовые вещи. То есть универсальные принципы, понимая которые, человек может использовать их в любой обстановке. То есть неважно, в Сибири, в Индии, в Америке, в Европе, где угодно. То есть Веды дают принципы, законы. И эти законы сами по себе являются универсальными. То есть они работали в древние времена, они работают сейчас, они будут работать всегда. Точно так же, как мы не сомневаемся, что вот вечером солнце заходит, да, утром восходит. Закон? Законы. Мы строим свою жизнь на основе этого закона. И точно такие же законы, но примите на них, описывающих не только вот устройство мира, но и устройство человека, его психики, его тела, его взаимоотношений. Зная эти законы, мы совершенно спокойно можем их применять в наше время. Они работают точно так же, как работали тогда, когда Веды были написаны. Ну, просто приведу простейший пример. Вот когда слово Индия звучит, да, потому что Веды чаще всего что-то с индийским ассоциируются. Первое, что сразу приходит в ум при слове Индия, это что? Индийские... Да, во-во, конечно, ну что, индийские фильмы, индийские танцы, нормально, конечно, это уже все. Вот это уж точно ни с чем не всплываешь. Вот, обращали внимание, там, особенно женщины, да, они когда танцуют, у них вот такие вот притоптывания, да, еще там колокольчики на ногах, они что-то такое, вот оп-оп, и за это ножками топают. Да? Видели такое? Видели. Вот, зачем? То есть, если мы этого не знаем, то кажется, у-у, это индийские танцы, это нам вообще как бы не подходит, да, и вообще в валенках особо не потопаешь, так, по морозе? А, ну да, валенка как раз и потопаешь, да, по сечкам не очень. Вот, есть один нюанс. Почему они это делают? Потому что в ведах написано, что у человека на стопах есть специальные точки активные, да, и когда человек вот их активизирует, топая ногами о пол, то активизация этих точек приходит к тому, что через них выходит гнев, агрессия, раздражение. Поэтому веды говорят, женщина в любом случае будет топать ногами. Понимаете, да? Но она будет топать или на мужа, или в танце. И лучше дать ей возможность нормально потанцевать, и она уже будет улыбаться. Все очень просто, практично. Зная это, мы уже можем по-другому посмотреть на все танцы, да, на все традиционные. То есть, во всех традициях, обязательно вот в любом танце, обратите внимание, в русских, да, в каких угодно, обязательно вот этот элемент притопов, да, три притопа, два прихлопа, он обязательно присутствует. Просто можно об этом знать, а можно не знать. Если знаешь, понимаешь, естественным образом лучше. И именно вот с этой точки зрения мы как раз используем веды. То есть, вот те принципы, которые мы уже можем применить. Не обязательно всех одевать в саре, да, там, точки красные, там, ставить на лоб, да, там, еще что-то такое делать нет. Но использовать принципы можно. Вот об этом идет речь. Спокойствие-то будет. А? Сразу спокойствие наступает, когда попляшешь. Вот, вот, совершенно верно. Полное равновесие. Вот. Если знать, почему это происходит, да, то можно сделать это наиболее эффективным образом. Попробуйте дом. Вот. Я сразу хочу сказать, если по ходу лекции, кстати, вопросы будут возникать, вы их сразу снимаете. Хорошо, что вы можете? По ходу ответа на все. Итак. А, ну я понял, уже все. Давайте теперь выйдем все потом. Лесно захотелось. Хорошо. Так вот. Значит, давайте переходить к нашей теме. Сегодня мы будем говорить о двух стратегиях человеческой жизни. Это одна из самых важных тем, которая поднимается в ведах. По сути, собственно, это та линия, которая проходит через все веды. На нее нанизываются все остальные знания. То есть ниточка, на которую уже все остальные бусинки можно совершенно спокойно надеть. Я скажу, откуда эта информация. Есть несколько базовых, так называемых, канонических произведений, которые составляют ведическую литературу. Вообще, вед очень много, огромное количество. Но все они, так или иначе, то есть, почему твое или иное произведение, литературное можно назвать ведами. Потому что цель, которую утверждает это произведение, она должна совпасть с той целью, которая утверждается в самых главных произведениях. Одной из самых, ну, наиболее известных, пожалуй, по миру, это Бхагавадгита, конечно. То есть про нее все так или иначе слышали и, может быть, видели. И вот оттуда мы и возьмем. Мы возьмем, по сути дела, всего один стих. И попробуем его как бы рассмотреть так, как это делают в ведах. То есть как это вот принято обычно. То есть вы сейчас, по сути дела, окажетесь такой... Мы сейчас немножко поиграем, да? Знаете, вот представьте себя, что вы сидите в каком-нибудь святом месте. Есть священные писания. Вот мы сейчас прочитаем немножко. И мы их изучаем. То есть будем действительно как древние мудрецы действовать. Вот у нас примерно такой антураж должен быть. Тем более здесь все располагается очень уютно. Книги, люди хорошие собрались. Поэтому, я думаю, у нас все получится. Итак, сначала послушайте. Я просто прочитаю. Просто прочитаю, да? Не пугайтесь. Значит, звучит так. Это заявляет... Как вы думаете, заявляет кто? Кто? А? Бог. Ну, Бог и женщина, да, это почти я буду тоже. Да, вообще это на самом деле слова Бога записаны. Буквально так. Итак, он перечисляет качество человека. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезнь, и это зло. Не пугайтесь. Самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жени, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая безраздельная преданность Богу, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания, склонность к поиску абсолютной истины. Вот это я, то есть Бог, объявляю знания, а все остальное называю невежеством. Об этом мы сегодня будем говорить. Не пугайтесь, что тут что-то такое перечисленное, ничего не понятно. Сейчас потихонечку все будем разбирать, и все встанет на свои места. Итак, смотрите, вот то, что я сейчас вот озвучил, это знания. Здесь описано, по каким признакам можно узнать человека мудрого, обладающего знанием. И что здесь описано? Качество. Совершенно верно. Смотрите, человек может знать много. У него может быть огромное количество информации в голове. Но мудрым его можно будет назвать только в том случае, если у него есть определенное качество. Потому что есть огромное количество высокообразованных негодяев, подлецов с высшим образованием. То есть наличие диплома, или просто информации, начитанности, еще не делает человека однозначно хорошим. Сама по себе информация ни о чем не говорит. Важно, что у человека внутри. Важно, каковы его качества. Так вот, в этом стихе есть определенный секрет. Секрет заключается в том, что если человек действительно хочет стать мудрым, то у него будут обязательно развиваться определенные качества. И обязательно в определенном порядке. По сути, все, что здесь перечислено, это как бы лестница такая. Это последовательность. Вот стратегия, да, слово, как раз вот здесь мы используем. Если человек движется по направлению к мудрости, то вся его жизнь, вот мы как бы так, вот мы усуем сейчас. Она превращается в определенное движение, стратегия. И тут как бы возникает очень важный момент. на протяжении жизни человека, хочет он того или нет, он развивает, обязательно развивает в себе определенные качества. Но они развиваются или сознательно, то есть человек сам решает, каким он хочет быть. Или они развиваются под влиянием обстоятельств, сами собой. То есть человек не контролирует этот процесс. Понимаете, да, эту ситуацию? Ну, хорошо. Так вот, две стратегии, о которых мы сегодня говорим. Стратегия первая. Да, мы будем ее вот тут вот сверху рисовать. То есть мы будем писать определенное качество, в каком порядке они развиваются, почему именно в таком порядке, и что происходит, если человек, ну, ошибается, если он совершает какие-то ошибки. Итак, здесь у нас тоже будет одна стратегия, другая стратегия. Смотрите, по сути дела, вся жизнь человека, всю жизнь человека, можно представить как движение либо к мудрости, то есть финальная точка. Мудрость. Да. Один вариант. Первый вариант — это мудрость. Моразм. Моразм — это не самое худшее, как показывают параметры, да? Скажите. Ну. Хорошо, мы до этого дойдем, мы будем спешить, да? Ну вот, что я... Вот тут, как бы, да, действительно сложно. Что является противоположностью мудрости? Мудрости. Ну, давайте напишем глупость, ладно? Ага. Вот, невежество — это более точно. Потому что глупость — это просто, может быть, ну, как бы, ну, нехватка информации, чего-то такого. Невежество — это более тяжелая ситуация. Да? Глупость, а точнее, вот, невежество. Невежество — это не просто, когда нет знания. То есть, это не то, что человек, он просто глупый и необразованный. Это есть знание, но это знание разрушает. Очень легко отличить мудрость от невежества. Мудрость созидает. Мудрость делает человека каким? Обязательным. А самое главное, мы говорим о цели жизни. Вы все правильно перечисляете? Во-во-во-во. Счастливым. Счастливым. Мудрость делает человека счастливым. Только мудрый человек может быть счастливым. Невежество делает человека несчастным. Он сам этого может не понимать. Может быть, доводилось видеть людей, которые больны, и им даже пытаешься сказать, слушай, ты что с собой делаешь? Ты же болеешь, да? Тебе же плохо. Отстань, да, мне хорошо, мне все нормально. Мне один знакомый рассказывал. Он, когда познакомился с этим знанием, вот у него появился вот этот вот зуд, ему обязательно нужно было определиться, нужно обязательно было кому-то об этом рассказать. И он ходил по улице, вот буквально, ну кто, кому вот больше всего это знание сейчас нужно? И он пытался к разным людям, к знакомым, к родственникам, он говорит, ребята, давайте, вот есть знание о том, как стать счастливым. Он говорит, что пристал вообще? Мы и так счастливы, у нас все нормально. Он говорит, он понял, надо найти несчастного человека, вот откровенно несчастного человека, и ему-то это знание понадобится. Он нашел, он просто проходил лиму больницы скорой помощи и как раз из машины вытаскивали человека всего вот такого, переломанных, травм. Вот, вот, ему это знание нужнее всего. Он говорит, мужик, мужик, сейчас я тебе расскажу знания, ты так страдаешь, сейчас ты всегда не счастлив. Он говорит, он смотри, кто страдает? Я страдаю. Это просто временная неудача, случайность, я сейчас вот поправлюсь, я снова счастливым буду. То есть человек может даже не понимать, что он несчастлив, но он на самом деле страдает. И более того, если мудрец делает счастливыми не только себя, но и всех вокруг себя, точно так же немежество имеет тенденцию распространяться. Мало того, что человек сам несчастен, он делает несчастным всех окружающих. Ну, точно. Это как бы аксиматичная вещь, их даже не нужно особо доказывать, это просто в жизни можно видеть. Итак, мы начнем с самого начала. С чего все начинается? То есть, что определяет, в каком направлении будет в конце концов двигаться человек, к чему он придет в конце жизни? В общем-то, можно это увидеть с самого начала. Это не так сложно. В современной психологии этот ведический термин описывается как позиция человека, его установка. Она бывает внутренняя, и внешняя. О чем идет речь? Это то, где человек ищет. Вот это самое счастье. Внешняя позиция, да, это очень просто. Человек думает, для того, чтобы быть счастливым, у меня должно быть много вещей, да, так или иначе. То есть, денег, машина, квартира, положение, статус, слава, почести, что у нас еще может быть, одежда, слава, известность. Так или иначе, внешний антураж. Он определяет, счастлив я или нет. Внутренняя, прямо противоположная. Человек думает, ну вот у меня может быть много денег. Но если бы деньги действительно решали все проблемы, то тогда не было бы известного сериала. Богатые тоже плачут, да? Потому что деньги сами по себе ни одной проблемы не решают. То есть, они могут там, как использоваться, как инструмент. Но сделают ли они меня счастливым, думаю, человек? Понимаете, что они это не сделают. Он думает, а машина? Машина. Хорошо, а квартира? То есть, понимаете, здесь вот человек изначально убежден, что вот у меня это есть, и мне от этого хорошо становится. Здесь немножко человек понимает, что, в принципе, действительно, вот за что не ухватись, все потенциально превращается в источник проблем. Вот на что не обопрись, на что не сделай ставку в этой жизни. Если эта вещь, если она где-то снаружи, вне меня, я в любой момент могу ее потерять. И в любой момент она из источника счастья превратится для меня в источник страдания. Понятно, да, эта идея? Понятно. Еще как? И вот. И внутренняя позиция. Человек понимает, счастье нужно искать внутреннее. То есть, то счастье, которое не зависит от вещей, не зависит от обстоятельств. Совершенно верно. То есть, то, которое всегда со мной. Не то, что что-то делает меня счастливым. Я сам становлюсь источником счастья. Я. То, что внутри меня. И вот это то, что определит, в каком направлении, в конце концов, пойдет человек. В начале разница может быть не так ощутимой, не так незаметно. И тот, и другой будут учиться, и тот, и другой будут выходить на работу, воспитывать детей и так далее. Но в конце, постепенно разница будет становиться все более и более очевидной. Вот мы сейчас и поговорим как раз о том, как это происходит. Итак, если человек, пусть осознанно, неосознанно, это не важно, но просто принимает решение. Я буду двигаться вот в этом направлении. То есть, я буду работать над собой. Кстати, принципиальный момент, который отличает в этом плане людей. Как вы думаете, вот этот человек, у которого внутренняя позиция, если он хочет чего-то добиться, Он добьется. Этот тоже добьется. Но над кем он будет работать? Над собой. А этот? Этот над окружающим. Совершенно верно. Есть по этому поводу такая... И смотрите, и тот, и другой могут желать людей сделать весь мир счастливым. Но если этот будет сначала сделать себя таким, чтобы рядом со мной всем было хорошо, то вот поведение такого человека определяется очень простым выражением. Его многие психологи знают. Причинение добра различной степени тяжести. То есть, все начинается вот отсюда. И потом просто выливаются уже какие-то внешние стихи. Итак, первое качество, которое описано в этом стихе, и первое качество, которое мы разберем, оно звучит очень так немножко странно. Называется оно смирение. Смирение. Такое немножко немодное слово. Совсем немодное. Потому что сейчас наоборот. Что такое смирение вообще? Терпение. Нет, терпение у нас впереди. Терпение — это отдельная тема. Ну, то есть, фактически, вот, давайте, люди добрые, вытирайте от меня теперь все ноги, да? Нет, это нет. А что тогда? Ну, я говорю, вот, тебе пощеку, ты вторую поставь. Я говорю, давайте, делайте со мной все, что хотите. Смирение состоятельствами, которые нельзя. Совершенно верно. Веды, ну, совершенно верно, все правильно. Веды говорят, да, безусловно, вот это все. И еще одно очень важное, еще один очень важный момент. Очень, то есть, то, что отличает как раз истинное смирение. Есть синоним. Веды используют, как бы, для того, чтобы пояснить одно слово, они используют синоним, да, чтобы стало, может быть, более понятно. Они говорят, смирение — это позиция ученика. Это позиция ученика. Понимаете? То есть, то, что со мной приходит, у меня первый вопрос сразу такой. К чему? Не, за что, это... Для чего? Во, совершенно верно. Для чего? Это урок. К чему я должен научиться? Понимаете? Здесь, как бы, противоположное. Ну, на русском языке нет просто подходящего слова, по-моему, мы просто напишем «отсутствие смирения». Здесь человек этим вопросом не задается. Он просто реагирует на обстоятельства. Знаете, вот как собака, да, Павлова, известная, который в стульфелекции изучал, «дали колбасу, завиляла хвостом, замахнулись, залаяла». Очень просто. Человек не думает над тем, что происходит. Вот этого качества вдумчивости. Смирение и вдумчивость идут из рук оборудов. Смирение заставляет человека думать. Но, видимо, не просто так. Но то, что со мной сейчас происходит, видимо, зачем-то нужно. И он начинает думать. Зачем? То есть это такая внутренняя установка, опять же, внутренняя работа. Если у человека нет вот этой привычки, он не задает себе этот вопрос, он никогда не дойдет вот до этого результата. Смирение – это то, с чего все начинается. Поэтому в любой религии, в любой традиции, в любой духовной практике смирение превозносится как самое главное качество. Знаете об этом, да? Наверняка с этим сталкиваемся. Почему? Потому что смирение – это основа всего. Это тот фундамент, на котором человек может построить все, что угодно. Ну, не пугайтесь пока. Я так смотрю, что… Нет, все нормально. Мы сейчас будем говорить, сами увидите, как это происходит. То есть мы не говорим сейчас о каких-то… Ну, то есть духовность, там какая-то религия, да, еще что-то такое. Нет, тут все гораздо проще, все очень практично. Смирение означает… Вот применительно к нашей жизни. Допустим, человек окончил какое-то учебное заведение, да, или просто устроился на работу. Новички на работе обязательно что делают? Шучки. А? Да, ошибки совершают. Обязательно совершают ошибки. Да? И вот уже на этом уровне, вот это или это качество, оно начинает как бы проявляться. Человек, у которого есть смирение, как он думает? Почему я это сделал? Да, я не справлюсь. Совершенно верно. Так, ну ладно, ну ошибся, ну с кем не бывает. Ну надо сделать так, чтобы этого больше не повторялось. Да? Он начнет анализировать, он начнет как бы думать, что можно изменить, как можно сделать жизнь лучше себе и окружающим. А этот человек? Не думает. Нет, у него… О, совершенно верно. Он ко мне придирается. Да? Меня не любят. Начальник, самодур, просто индеспот. Да? Ну что такое, безобразие какое-то. То есть это качество, это не то, что там какое-то не от мира сего до смирения. Смирение – это совершенно практичная вещь. То есть это вариант поведения. Совершенно четкий, совершенно практичный. Понимаете, да? То есть нам… Идея вед в том, чтобы научиться вот это все разределить в своей жизни. В семейной жизни, помните, у нас был семинар, да, по этому поводу? Мы с женой поссорились. Бывает? Бывает. Хорошо. Нет, нет, у нас никогда никто не садится, да? Бывает. Реально бывает. Смирение говорит о чем? Что человек будет думать? Как поверить. Как помириться и обязательно… Из-за чего. Из-за чего? Извиниться. Факт. Вот это реальная вещь. Человек, у которого нет смирения, он думает, вот куда мои глаза глядели до свадьбы? Здесь человек понимает, раз есть какой-то конфликт, значит, есть часть моей вины. То есть, может быть, другой человек тоже что-то сделал не так, может быть, но я буду думать по себе. Смирение означает, я ищу вот корень проблемы в себе, в первую очередь. То есть, такой взгляд внутрь. Это совершенно практичная вещь. Работает во всех сферах жизни. И в этом говорится, что если человек как бы становится смиренным, если он понимает, что это важно, если он продолжает действовать в таком духе, то у него начинает постепенно развиваться второе качество. Второе качество – это отсутствие гордости. Отсутствие гордости. Гордыни, гордости, да, в данном случае это смирение. А здесь, на внешней позиции, как бы на противоположность, как раз развивается она. Гордость. Смотрите, то есть, что такое гордость? Если человек начинает развиваться гордость, в чем он начинает нуждаться? Ну, так или иначе, в первую очередь, в том, что он может вызвать восхищение, в том, с чем можно гордиться. И поскольку, для его взгляда, устремлен во вне, да, вот во внешнюю, то есть, что он, соответственно, должен как бы, у меня обязательно должно быть что? Машина. Ветеринка. Не просто машина. Пожалуйста. Да, потому что у меня может быть запорожец. Но им как-то, да, не сильно не погордишься, да, то есть, он не вызывает вот чувство бешеного восторга окружающих. Ветрина, да, совершенно верно. Очень трудно жить с таким человеком. Потому что представьте себе, что вы жена, не муж такого человека. Да? Совершенно верно. А как только с течением времени вы начинаете хоть чуть-чуть терять товарный вид. паника истерика? Никакой паники истерики. Все очень просто и понятно. Нуждается в замене предметов. Все очень просто. У меня знакомая однажды пришла, на работе как бы была, она такая пришла в расстроенных чувствах. Говорит, что такое? Она так долго мялась, потом говорит, муж заметил, что у меня вот в носу, извините, волосик торчит. Он на меня напал, там вообще придавил, там чуть ли не щипцами выдернул, все что такое. То есть я спрашиваю, ты что, ты что? Он говорит, у меня жена должна быть идеальной. И она в расстроенных чувствах не из-за того, что он там что-то вот как бы там дергал, а из-за того, что у него такая, у него идея такая, потому что пройдет совсем немного времени, и я уже не буду идеальной. А что он будет делать тогда? Да? То есть это заставляет задуматься. На работе то же самое. То есть пока ты работаешь хорошо, тебя любят, тебя уважают, но не дай бог, ты сделаешь какую-то ошибку. То есть то, что повлияет на мою репутацию, ну вот если я начальник, да? Все, до свидания. Все очень просто. Жить тяжело с таким человеком. Вот. Но в данном случае отсутствие гордости влияет на человека очень интересным образом. Он начинает думать, понимать вернее, что у него способность такая особая открывается. Он начинает реально чувствовать, что как только я привязываюсь, как только у меня появляется сильное желание обладать какими-то внешними предметами роскоши, да? Я сразу начинаю косячить. Ну это грубо, по-русски, да? В жарбон может быть немножко. Но идея такая. Я теряю вот ощущение присутствия кого-то в сердце. Вот знаете, может быть есть, испытывали когда-то это ощущение, что вот по жизни ведут как будто. что вот, ну не случайные вещи происходят, не случайные встречи, не случайные события, да? Вот ощущение присутствия какой-то высшей силы в жизни. Был такой опыт? Это вот просто, не то, что да, да, меня ведут, я чувствую, я избран. Не в этом смысле, а вот просто, что вот что-то такое происходит. Так вот здесь человек очень четко начинает ощущать. Как только я начинаю чем-то гордиться, все, да, сразу вот эта связь перерывается. Это реальное ощущение. Ты сегодня с чем не спутаешь, как бы оно просто в сердце. Совершенно верно. Вот. И поэтому он, и поэтому здесь вот человек, отсутствие гордости, поймите, это не то, что он, как бы опять же, он там целит, он превращается в бомжа какого-то там, не моется, не знаю, обязательно рваные вещи носит, да, там он демонстрирует, я не гордый, я не гордый, мне нечем гордиться, да, потому что когда человек так себе ведет, да, это на самом деле оборотная сторона гордости. Смотрите, смотрите, вот какой я, бедный, но подразумевается, что я самый бедный, да, с бедностью тоже можно гордиться, вот в ведах описана история одного, да, числа дедов, совершенно верно, в ведах описана история мудреца, который не попал в рай из-за того, что гордился, знаете чем, гордился дырочками на своей одежде, вот так вот, вот так вот ходил, вот так вот показывал, видите, да, он такой бедный, ничего, не грязный, он такой, все ведет, да, все ведет, вот, здесь другое, человек осознанно, действительно, ведет себя скромно, он, это как бы вот осознанная позиция, не потому, что он не может, не потому, что у него силы нет, не потому, что он не может вот стукнуть под кулаком по столу и сказать, а ну-ка все заткнулись быстро и меня послушали, он может, но он осознанно это не делает, то есть это уже осознанный выбор, потому, что он понимает, такое победение разрушает что-то во мне, я еще, может быть, точно не могу сказать, что именно, но чувствую, что что-то в сердце закрывается, что-то уходит, связь какая-то с кем-то прерывается, понимаете, да, поэтому иногда такие люди, они осознанно как бы идут, вот начинают помогать бедным каким-то там, нищим, прокаженным, ну в разной степени бывают, это осознанная позиция, не хочу гордиться, буквально так, и если человек в этом направлении работает, то у него естественным образом развивается следующее качество, которое называется, на санскрите это звучит, ну просто известное слово я его использую, ахимса, ахимса буквально это переводится ненасилие, то есть человек не хочет ради достижения своих целей совершать насилие, то есть портить кому-то другим людям жизнь, ну а здесь естественным образом наоборот, насилие развивается, насилие как способ общения с окружающим, здесь очень просто все, смотрите, если человек не хочет быть выше всех, не хочет, ему не нужно, чтобы обязательно все там снизу на него смотрели, восторгались, да, он может позволить окружающим быть выше себя, может, и это не будет его напрягать, да, кто-то умеет что-то делать лучше, чем я, у кого-то машина круче, еще кто-то умнее, он понимает, классно, есть возможность поучиться у человека, потому что у него смирение никуда не делается, все остальные качества они остаются, они становятся еще сильнее, о, классно, да, то есть замечательно, я могу у кого-то научиться чему-то новому, здесь прямо противоположная ситуация, здесь вот, да, мы говорим, гордость, мне любой ценой надо возвыситься над толпой, можно походу, вопрос, значит, к власти стремятся к властью, не обязательно, мы чуть позже об этом будем говорить, но часто, да, вот, понимаете, что такое власть, просто нужно очень точно разобраться, что такое власть, я подскажу, о чем речь идет, власть имеет две составляющих, полномочия и ответственность, здесь люди тоже могут стремиться к власти, потому что они понимают, это ответственность, это то, что сделает, вот разовьет в ней это качество, это моя возможность что-то сделать для других, здесь прямо противоположная ситуация, мне нужны полномочия, и любой ценой избежать любой ответственности, все что угодно, лишь бы подпись свою не ставить, лишь бы где-то не засветиться, там и так далее, использовать, урвать все, что дает мне положение, вот, здесь другая ситуация, я иду во власть, здесь тоже человек, реально осознанно может быть его власть, для того, чтобы использовать его возможности, чтобы служить другим, поэтому, что такое власть, надо с этим делиться, тогда ставить, и цели, совершенно верно, какова цель вот этого, да, вот, хорошо, итак, здесь человек, смотрите, проблема в том, что возмыслиться над всеми, реально невозможно, то есть, я не могу стать выше всех, но что я могу сделать? До этого редко доходят, совершенно верно, можно всех остальных опустить, я не могу стать выше, но я могу всех остальных сделать ниже, и это не образное выражение, это реально, в данном случае, насилие означает, что человек всех унижает, понимаете, насилие в этом смысле, это не всегда грубое насилие, да, то есть, физически его там унизить, чаще всего, мы сталкиваемся с проявлениями тонкого насилия, знаете, так вот, из-за чего-то такое, да, то есть, плюнуть как-нибудь вот так вот, унизить человека, то есть, слова такие, даже просто выражением лица, и просто, ну-ну, и все уже понятно, да, как вот человек, так вот, очень просто, это вот, грубое или тонкое, это все равно насилие, то есть, мы, мы сталкиваемся с ним в повседневных, наших реальных условиях, в отношениях это проявляется, в первую очередь, на работе ли это, в семье, там, где угодно, то есть, принцип один и тот же, в каком направлении я иду, такие качества у меня и развиваются. Че, че, че? Ты мой между собой. А, продумаю. Вот. Значит, итак, здесь человек искусственно, буквально он начинает искать, искать недостатки в окружающих. Почему? Потому что ему это нужно, это тот способ, с помощью которого он их может опустить, всех в окружающих. Он будет, и даже если человек делает, что-то очень хорошее, он обязательно хоть какую-нибудь, да, но есть такая шутка по этому поводу, что при желании можно браться под любого подкопаться. Да, то есть, было бы желание, здесь оно и есть. Здесь это желание, однозначно присутствует. Есть такая смешная история о том, как мудрецы, это ведическая такая, классическая история, очень часто ее приводят, может, я рассказывал, правда, ну, если что, еще разочек. Значит, однажды мудрецы, которые собрались на такой философский диспут, они решили выяснить, кто из трех главных богов, ну, то есть, Бог-то он один, да, как бы всегда, но в ведах говорится, что, в принципе, есть три самых главных личности, ну, может быть, слышали эти имена, это Брахма, Шива и Вишну, ну, такой вот мотив, да, и они подумали, а кто же из них-то на самом деле Бог, ну, в смысле, вот самый этот, и они решили, нет, они решили не гадать, чем отличаются мудрецы, у них аналитическое мышление, они научно мысляли, и они решили провести научный эксперимент, по определению, кто из этих трех личностей самая возвышенная, кто, соответственно, и будет Бог, и они решили их проверить как раз вот на этот момент, и они отправили одного эксперта, одного мудреца, его звали Бригумуни, Бригумуни это тот, который придумал астрологию, то есть вся вот астрология, это по сути его детище, вот, они сказали, иди проверь, он сразу понял, что его ждет, он заранее со всеми попрощался, на всякий случай, там оставил завещание, привел его в порядок, и пошел проверять, и первым он пришел к Брахме, вот, Брахма это вообще-то его отец, и когда сын приходит к отцу, то что должен порядочный сын сделать? Да, выразить уважение как-то, и, значит, Бригумуни, он как бы поклонился, ну, знаете, с таким вот выражением, да, ну, 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 что там, все эти ритуалы, все это, то есть он не выразил, то есть он как бы, ну, совершил оскорбление в мыслях, в мыслях, только мыслью, да, и Брахма, ну, это же не спрячешь, да, шиломешки не вытянешь, потому что на лице все написано, и Брахма, когда это увидел, он сразу, ну, то есть вот, было видно, что он возмутился, то есть, ах ты, там, понимаешь, от горшка два вершка, да, ну, то есть вот, представьте себе, что вам ваш ребенок, ой, да ладно, а что вы там, родители, что вы вообще знаете, а что вы вообще понимаете в современной жизни, и Брахма, он как раз вот, он сказал, ну все, но в следующую минуту, когда, так, спокойно, спокойно, взял себя в руки, но тем не менее, он проявил гнев, да, хоть на минуту, но проявил, вот, и Бригуму не понял, что Брахма не может быть самым высшим, потому что он поддался, да, поддался гневу, он проявил вот это качество насилия, хорошо, он, вот тогда он уже очень почтительно поклонился, все, прошу прощения, так, случайно, все, и пошел к Шиве, Шива, Бригуму не приходился братом, когда братья встречаются, там, особенно после долгой разлуки, они что обязательно? Да, обняться, там, здорово, как было, там, давно не виделись, все нормально, и Шива, вау, Бригуму, сколько лет, сколько зим, братишки, и давай его обнимать, вот, а Бригуму не говорит, татататататат, минуточку, Шива, он, знаете, он аскет, великий, а аскет ему положено жить возле крематориев и натирают тело пеплом. Есть у них такая вот... Ну, чтобы вообще серьезно аскетировать так, по-настоящему. В пепле он огонь содержится в скрытом виде. Когда тело, кожу натирают пеплом, то алимент огня в теле очень усиливается. Сразу говорю, не надо это делать без подготовки. Просто получите только раздражение кожи. Бывали, мецененов. И вот Бригумуни Шиве сказал, братик, ну ты на себя посмотри, да? Ты посмотри на себя. Ты весь грязный, живешь непонятно где вообще, да? Чего вниматься здесь? То есть он оскорбил Шиву словами. То есть Брахман оскорбил мыслями, на уровне оскорбления, на уровне мыслей. Этого оскорбил словами. Унизил. Унизил, да. И Шива он почувствовал, что его унизили. И он пришел в дикий гнев просто. А когда Шива приходит в гнев? Тут уже мало никому не покажется. То есть он может реально вообще все разнести в клочья. Вот. Хорошо, что прибежала жена Шивы и сказала, что ты, что ты, не беспокойся. Давай, мы что-то не поняли, недоразумение. не успокойся, успокойся. Вот. И говорю, мы будем понимать, что Шива тоже не может быть выше. Да? То есть, потому что он проявляет вот этот гнев. Да? Он нарушает принцип, нарушает принцип ненасилия. Он не может какому-то следовать. И он пошел к Вишну, третьему. Вишну, лежал, Вишну семейный. Семейный человек такой. Он лежал дома у себя, ну так условно говоря, на диванчике. Да, вообще там дома, после бедного, все хорошо. И его супруга, это богиня в даче Макшунин, она ему стопы массировала. Тут расстроюсь, вообще в ведической этой системе есть такой секрет. Когда жена массирует мужу стопы, с маслом, особенно с маслом степ, мнет их немножко, она на самом деле не стопы массирует, она это называется бить из мужа веревочки. Потому что когда, это реально работающий момент, серьезно. Джентльмены, да, требующие мете, ну это полное право, согласно этому. Я просто, чуть-чуть, отвлекусь с другой стороны. У нас была одна женщина, знакомая, она в Москве сейчас живет с мужем. Муж очень негативно относился ко всем ее духовным поискам. Но она была полна решимостью, продолжая свой путь, она вычитала, что жена должна делать мужу массаж стопы. И каждый вечер она ему очень сильно. Муж сначала, ой, да ладно, да че ты, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А потом, говорит, интересная штука произошла. Однажды с мужем поссорились. Ну, бывает такие размолки в семье. Вот, вечером уже все, я сижу в одну сторону, он уже лег спать в другую сторону, смотрит, потом слышу, какое-то шевеление. Оборачиваюсь, а он так одеяло подергивает. Ну, шуткой шуткой, мне все равно нравится, да? Я ему там все, все прошло. Ну вот, и вот Вишну как раз он в таком положении лежит, благодушевствует. Вот, а супруга, победила удачу, ему массирует стопы. И Бригумуни решил проверить по полной. Он подошел и как пнет, ну, когда там вот так, в район груди примерно Вишну пнет, как бабах, вот, и думает, ну все, посмотрим, какая будет реакция. И Вишну вскочил и говорит, ааа, Бригумуни, вау, какое счастье, мудрец пришел в мой дом, потрясающе. Так, говорит, моя жизнь увенчалась успехом. Супер, счастье в дом пришло. Жена, давай скорее неси угощение, все, сейчас будем принимать дорогого гостя. Не ушибся ли ты? У мудрецов у вас такие нежные стопы, у меня такая твердая грудь вообще, да, неподходящая для этих дел. Не ушибся ли ты? Не зашиб ли ногу? О, о нем забыл. Совершенно верно. И Бригумуни, вот, вот кто высший. Вот кто высший. То есть тот, у кого вообще нет никакого гнева, тот, кто совершенно свободен от этого всего. И он поклонился, он сказал, я понял, да, что ты действительно вот, ты сам Бог, ты вот проявленная личность Бога. Все и так далее. Правда, эта история, в общем, научный эксперимент завершился таким образом, все стало на свои места. Правда, эта история имела еще одно неприятное последствие. Вишну-то простил, то есть не обиделся вообще ничего. Жена обиделась. Богиня удачи. И она прокляла, сказала, отныне все мудрецы, ну, по-русски говоря, фигу, не будет вам, то есть или богатый, или мудрый. В общем, так, да? То есть мудрецы не пользуются благосклонностью по гению удачи. Есть такой побочный эффект. Ну, это уже так, отмегаемся немножко темой. Ну, моя задача предупредить, честно, да? Это не значит, что они обязательно бедные. Но, скажем так, им как бы... Это Бог их любит? Нет, кто сказал, что Он их любит? Задача? Да. Бог любит дураков. Это придумали дураки и пьяницы. Какой поговорок. Знаете, почему Он их любит, на самом деле? Ну, то есть не то, что любит, да? Почему как бы кажется, что Он их любит? А? Потому что... Ну, мы там дойдем до еще одного качества. Когда дурак или пьяный, он просто очень... У него вот этих вот очень мало качеств. Вот чисто поэтому. То есть он не то, что он хорошие вещи совершает. Он просто грехов совершает по минимуму. Вот в этом смысле. И поэтому минимум стандарта. Парадоксно, понимаете, в невежестве заложен такой, как бы, аварийный клапан. То есть если человек... Ну, вот дурак или пьяница, да? То есть он за это страдать будет. Однозначно. То есть ничего в жизни не бывает просто так. Если человек ведет себя как животное, да? Он и получит, что рано или поздно он станет животным. Но для того, чтобы он, как бы, уж совсем страшных вещей не делал, да? То есть там заложен определенный аварийный клапан. Медицина это называется алкогольная эсэфалопатия. Понимаете? Чтобы он до чего... Дурак или пьяница может додуматься до страшных вещей. И вот для того, чтобы он до них не додумался, чтобы он не натворил, самое главное, страшных вещей, ему просто вот эти вот способности, да, вот эти качества, ему просто перекрывают. И он по этому по жизни очень легко идет. То есть от него пользы никакой нет, но и вреда не может. Чисто из этих совширений. Отравитив. Бывает, ты говоришь. Бывает, ты говоришь. То есть, нет, если сильно постараться, можно действительно... Любовь. Это вот российская такая характерная черта, да, что когда знаешь, ах, мне нельзя, ну так я назло. Знаешь, ну да, то есть. Ну ладно, мы отвлекаемся сейчас немножко. То есть сам принцип Ахимса, понятно, да? Здесь мне не нужно насилие, я не нуждаюсь в этом способе отношений с окружающими. А здесь это единственный способ. Потому что это отражает мои ценности. Мне гордость, мне надо чем-то гордиться. Понятно, да, это идея? Идем дальше. И когда человек избавляется от тщеславия, то есть когда он понимает, что ему не нужно никого оскорблять, на самом деле, принижать, то вот он, как бы, у него появляется очень интересное следующее свойство, его характерная особенность. Он начинает проявлять вот здесь как раз качество терпения. Здесь, соответственно, нетерпимость. Вот эти качества очень тесно связаны между собой. На самом деле все очень просто. Смотрите. Почему здесь человек очень нетерпимый к недостаткам окружающих? Во-первых, потому что, действительно, во-первых, действительно, да, потому что ему нужно отвлечь внимание от себя. Любой ценой. А лучший способ защиты, это, естественно, образом что? Нападение. Нападение. С другой стороны, мы говорили, помните, он здесь ищет недостатки окружающих людей. Они ему нужны. Это его способ как раз всех унизить и возвыситься над окружающим. А здесь этого нет. Он говорит, ну да, есть у человека недостатки. Ну, в конце концов, ну, скремль. А я что? Я что, святой? Помните историю? Вот кто первый без греха, тот пёс первый бросит камень. Здесь человек, он смотрит на себя и понимает, ну, а я-то сам, в конце концов, какой? Я-то чего, как бы, кричу? Он рисует. Совершенно верно. То есть, смотрите, да, всё со смирения начинается, да, как бы, постепенно, постепенно вырастает. Вот теперь скажите, вот просто, вот, примерьте эту ситуацию на себя. Какого бы человека вы хотели видеть рядом с собой, который при первом же вашем огрехе, пусть даже самым мелком, мгновенно как чайник вскипает, да, начинает паром брызгать, там, всё, вот, кричать, тыкает носом, кричать, негодяя, как ты мог, так далее. Или который скажет, ну да, слушай, он ошибся, ну, давай вместе попробуем, решим, что так исправить. Очевидно, да? Почему мы с самого начала с вами же, обратите внимание, мы сказали, да, что не просто сам человек становится счастливым, рядом с ним всем становится хорошо. Это, естественно, тенденция. Поэтому, помимо всего прочего, мудрость и глупость, знаете, ещё чем характеризуются? То есть, вот, конечная точка нашей жизни. Вот этот человек, да, глупый, ну, в смысле, вот, невежественный, он рано или поздно обязательно окажется в одиночестве. Одиночество не значит, что обязательно, что прямо вокруг него никого нет. Одиночество, в смысле, вот, отношений нет, в том, как связи. Он может купить, да, будьте рядом со мной, будьте моим другом, ну, как бы за деньги. Духовно. Да, но это обман. Ненадолго. Это ненадолго. Да, пока деньги не хочется. Вот. Рядом с таким человеком людям хочется быть. Это ни от возраста не зависит, ни от количества денег, ничего. У меня сейчас на античернический вопрос. Мы можем где-нибудь ворточку открыть? Да. Немножко открыть. Ворточка открыта, надо. А? Там еще открыть, чтобы... Может быть, ее открыть побольше? Не, не просто открыть. Вот, тогда у нас это вообще-то спразит. Давайте, ну, тогда откроем, я там за... Там лучше, откройте. Там открыто. Ну, давайте тут откроем, а? А здесь открыто? Здесь открыто. Она не... Может, посильнее просто немножко. Есть? Клет какой-то, еще что-нибудь? Я надеюсь, думаем. А там... А здесь... А вот сюда можно пересесть. Нет, открывается. Действительно, может, на самом деле сюда не продуло, а, а, тогда будет хорошо. Ну, конечно, можно. Ну, если кто-то на такое добудет, через что? Так вот, все, по неподдерживанию. Через шторы-то тогда дуть не будет. До кого будут? Проходите сюда. Ну, все, Степан, на тебе техническое решение вопроса. Хорошо, будем дальше. Итак. Все, он не продует, да? Значит, опять же, небольшое такое сцепление есть. В ведах описано четыре принципа религиозной жизни. То есть, безотносительно дому, какой бы религии ни относился человек, человек, который считает, что я верующий, да? Он обязан в своей жизни поддерживаться четырех принципов. Чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Сейчас объясню, да? И они вот здесь, и вот здесь принципы, они те же, только используются по-разному. Например, чистота, да, это означает, что человек хочет избавиться недостатков, от своих недостатков. Правдивость означает, что он понимает, во мне есть эти недостатки, поэтому он хочет из них использоваться. Аскетизм означает, он способен терпеть чужие недостатки. И милосердие, он к ним сострадал, ну, очень спокойно относится. Здесь, в принципе, те же самые, да? Сострадание, милосердие. Здесь, в принципе, те же самые, только наоборот. Чистота означает, он хочет избавиться от недостатков. Окружающих. Он хочет, точнее, правильно сказать, что он хочет избавить окружающих от их недостатков. И правдивость, он им четко об этих недостатках говорит. Не о своих, заметьте, а о их недостатках. Аскетизм означает, что он терпит, с огромной внутренней решимостью терпит недостатки. Свои. И сострадание или насердие, он к ним очень так относится. Ну что делать? Ну, в конце концов, все люди, у каждого, ну а что ж теперь? Понимаете, да? Принципы они и те же, направленность разная. То есть вот как вот с самого начала пошло, внутреннее и внешнее, так и продолжается. Чем дальше, тем больше. Дальше. Итак, это терпение. Следующее качество. Значит, человек начинает, когда он видит недостатки, ну свои в данном случае, у него появляется очень интересное качество. Называется оно простота. Простота не в смысле, которая хуже воровства, не в смысле, что человек просточок, а простота как отсутствие лицемерия, отсутствие дву личности. Здесь наоборот, здесь, соответственно, лицемерие. То есть здесь, в данном случае, вот лицемерие, это человек, он пытается недостаткой спрятать, показать, что я лучше, да, что у меня их нет. Он маску надевает как-то вот там. Знаете, фальшивые такие, фальшивые улыбки сразу какие-то появляются, да, вот маски постоянные. Очень сложно с таким человеком общаться. Хамелеон, помните этот рассказ на Мелизе, да? То есть вот меняется ситуация, и ты не поймешь, а какой он на самом деле-то. Что за человек, рядом с которым я живу, или с которым я сотрудничаю. Очень сложно доверять такому человеку. Он постоянно врет. И лицемерие, в первую очередь, означает, что он врет самому себе. Невозможно общаться с таким человеком, по крайней мере, долго. Простота означает, что он ничего не прячется, ничего не прячет. Здесь, вот, простота означает, человеку говорят, слушай, а тут ты что-то ошибся, правда? Ух ты, ёлки, слушай, спасибо, что заметил, я просто его как бы проглядел. Потому что здесь человек заинтересован в правде. Простота означает способность услышать правду. Ему это нужно. Вот тут как раз тот вопрос, о котором мы в самом начале говорили, да? Для чего мне это нужно? Он становится уже совершенно практичным. Это уже не просто, так, что-то произошло, для чего же мне это нужно? Какой урок мне хочет показать судьба? Но это такие высокие слова, за которыми ничего потом не следует, да? То есть из которых вообще ничего не следует. Здесь это реальные поступки. То есть если ему говорят, слушай, вот у тебя вот здесь вот проблема. Он говорит, понял, спасибо, спасибо, всё, начинаю работать. То есть это практика. Поступки реально не расходятся с делами, со словами. Тут человек может всё говорить. Давайте, говорите мне всю правду. В фильмах иногда такие шуточные истории бывают, я уж не помню. А фильм этот старый-старый, помните, может быть, милашка что ли, тутси этого. Про актёра, который играл роль женщины. И его подруга, она ему сказала, скажи мне всю правду. У тебя появилась другая женщина. Он говорит, да. Как? Да, самому. Говорит, ты же сама попросила. Но я же не знала, что это будет такая правда, да? То есть человек говорит, скажи мне правду, но он её не хочет на самом деле. Нельзя верить такому человеку, ни одному слову, потрясающе. Вот. И когда у человека появляется вот это качество простоты, вот здесь происходит критически важный момент. То есть вот эта точка, следующее качество, да, оно такое. Это рубеж, после которого начинаются принципиальные различия уже. То есть когда человек понял, что у меня есть проблемы, да, то есть у меня есть трудности какие-то, какое естественное желание должно появиться? Преодолеть. Но обратите внимание, это не какие-то внешние трудности, да, которые, ну, которые достаточно легко можно определить. Просто научился и справился. Это во мне, то, чего я не могу видеть. Помните, Христос как говорил? В чужом глазу, да, в своём и так далее. То есть человек понимает, если даже я хочу избавиться от своих недостатков, я понимаю, что это очень сложно. Соответственно, что мне нужно? Помощь. Совершенно верно. Мне нужна помощь. И вот здесь следующее качество, которое естественным, и которое естественным образом следует за простотой, человек начинает принимать, ну, как бы в ведах немножко так образно говорится, значит, обращение к истинному духовному учителю. Обращение к духовному учителю. То есть духовный учитель — это как раз тот, кто обладает этим опытом работы с недостатками, тот, кто обладает опытом обретения мудрости. Речь не идёт о том, что вот обязательно там индийского гуру, да, это называется, надо принять, ещё какого-то, речь идёт о специалисте в своём деле. О, как это, профессиональный целитель душ, да, это так вот можно назвать. То есть кто тут душу лечит? Священник. Духовник. Вот, наверное, духовник — наиболее точное слово в данном случае. Вы вспомните, до революции, да, ведь как это бывало, приходской священник, он знал свой приход. И он не просто раз в неделю по воскресенью с ним встречался, а он ходил регулярно. Почему? Он как раз им помогал. Потому что священник — это тот, кто обладает квалификацией видеть реальные проблемы человека внутренние. Не внешние, внешние всё может быть нормально. Но это тот, кто обладает способностью видеть, что у человека внутри. И если человек хоть немножечко расположен эту помощь принимать, он ему должен был обязательно помощь. А может, психолог? Это больше, чем психолог. Психолог — это работа вот с ситуацией здесь и сейчас. Это работа с мыслами, с эмоциями, какими-то и так далее. Это работа с душой именно. То есть самый глубокий уровень. Здесь литература тоже всегда относится, если литература здесь. Смотря какая. Литература бывает разная. Потому что литература тоже может... Просто давайте мы определимся. Что относится к духовности вообще? Просто сам термин. Духовность — это то, что имеет отношение к душе. И всё. Иногда, знаете, как говорят, я вот посещаю выставки, или сам хожу на такие возвышенные фильмы, и тогда я духовный человек. Нет. Это эмоции, это интеллектуальная сфера, да. Но это не духовность. Духовность — это то, что о душе. И всё. Точка. Да? Очень достаточно чётко я говорю для этого в данном случае. Здесь же, естественным образом, человек начинает отвергать отвержение в любых авторитетах. Конечно. Я. Я. Ключевое слово. Я. Мы. Божьей милостью. И так далее. Почему я говорю, что вот эта точка, вот это качество, оно является ключевым? Потому что вот начиная с этого момента, ну с этого события, можно, да, с того момента, когда человек это решение принимает, буду я у кого-то спрашивать совета помощи, могу я у кого-то учиться или нет, вот с этого момента начинается принципиальное различие в судьбе человека. Вот здесь эта стратегия, да, мы говорим, она начинает реально определять то, как человек будет жить. И здесь мы как бы такой можем график нарисовать. Вот до этого момента внешний человек выигрывал. Вот чисто по внешним вещам. То есть как он себя ведет? Он выгрызал карьеру, выгрызал положение, выгрызал там славу какую-то, известность, да, он добивался вот этих реальных целей. И получается, что успех, да, или что, ну вот успешность человека, счастье, счастье, да, вот у него до этого момента как бы график вот такой вышел, резко вверх. Да, он достигал поставленных целей, он получал то, чего хотел. Но вот начиная с этого момента, он может уже только терять. У него не осталось тех вершин, которые он еще мог бы покорить. Потому что он как только сказал, я выше всех, это, значит, точка вершины. А с вершины есть только один ручек. Вниз. А если он переосмыслит в этой точке? Теоретически это бывает. На практике очень редко, к сожалению. Но в принципе, да, если он переосмыслит, он вернется в эту сферу, в эту половинку. Он может. То есть, да, это хороший вопрос на самом деле. Нет однозначно, что вот если человек пошел сюда, все, на нем сразу можно крест ставить и проще его пристрелить, чтобы не мушился. И туда, и сюда, и отсюда, и отсюда, и отсюда, сюда. В обе стороны, возможно, движение. Но мы сейчас просто теоретически разбираем, да, как это происходит. С этого момента он будет только терять. Потому что до этого момента ему было чего добиваться в жизни. Вот моя цель, вот еще добился ее следующая цель, добился этой следующая цель. А здесь все, выше уже некуда. И вот с этого момента человек начинает испытывать совершенно четкую эмоцию. Какой? Страх. Потому что с этого момента, да, он начинает оглядываться кругом, и что видит? Вокруг него такие же, как он. Вокруг враги, которые хотят занять его положение. И чем дальше, тем больше. Потому что чем дальше, тем я становлюсь старше, да, у меня сил-то начинают убывать постепенно, я старею. А эти молодые бомзые, да, которые как будто рвут как бы из-под меня, там, кресло мое любимое, понимаете, да? То есть дальше у этого человека только лишь путь потерь. Падение. Это не обязательно резкое падение. Но по чуть-чуть, с каждым днем он теряет. Сказывается. Сказывается постепенно. Это может быть медленно, да? Но каждый день, начиная с этого момента, он только теряет. Потому что он чувствует, я становлюсь, ну, как бы тело становится более старше. Старше, да, старое. Оно уже не может наслаждаться так, как раньше. У меня уже новые идеи реже появляются, да, и я уже не могу конкурировать с молодыми, да, допустим. Вот, то есть, то, ради чего я жил, это все начинает у меня ускользать постепенно. Он, положение это свое, статус, да, как он может сохранить. То есть он может оставаться богатым, он может оставаться знаменитым, влиятельным и так далее. Мы говорим про счастье. Но счастья у него все меньше и меньше. Потому что невозможно быть одновременно и счастливым, и испытывать страх. А страха все больше. В конце концов, да, он начинает чувствовать страх чего? Приближающейся смерти. Да, когда предстоит, и с этим он вообще ничего не может делать. И поэтому смерть для него, это становится источником самого большего страха. И поэтому такой человек неизбежно умирает в несчастье. Он не может быть счастливым. А вот здесь прямо противоположная ситуация. До этого момента человек, может быть, не очень хорошо понимал, что происходит. То есть у него было такое небольшое поступательное движение вверх, да, вот он чувствовал, что меня ведут куда-то, что есть что-то в моей жизни, смысл какой-то, что-то происходит. Но вот с этого момента происходит рывок, скачок вверх. Почему? Потому что что дает человеку духовный учитель? Что он обязан ему дать? Знание. Не просто знание. Он должен знать ему практику. Он должен знать ему авторитетную, надежную, работающую практику. И когда человек, он обретает, получает эту практику, эффективность его жизни, вот как счастье, да, резко возрастает. То есть с этого момента резкий вверх и дальше только вверх. У меня тут просто уже плакат закончился, да? Дальше идет вверх, по нарастающей. Дальше этот человек будет становиться все более и более счастливым. Ну так вот. Должен, условно говоря. И поэтому, и даже смерть для такого человека, это забегая немножко вперед, она не является потерей. Потому что, у меня все внутри, что у меня может отобрать смерть? Ничего. Смерть — это просто часть жизни. Это переход как бы на новый уровень. Ну, этап жизни, но не более того. Бессмертие. Вопрос такой. Нет? Хорошо. Авторитет и бессмертие. Ну, не то, что бессмертие. Человек умрет рано или поздно. Ну, конечно. Да, то есть как бы. Но уже, я понимаю, что... То есть в отличие от этого человека, это не является потерей всего. Это просто как бы действительно, это следующий шаг. Хорошо. Дальше. И когда человек начинает использовать практику, которую ему дает духовный учитель, у него развивается очень интересное следующее качество. Оно в ведах описывается как чистота. Чистота, причем и внешняя, и внутренняя. Внешняя — это снаружи у меня все хорошо, то есть я ее поддерживаю. Внешняя, чтобы ничего не оскверняло, чтобы грязи поменьше было в жизни. Грязных слов, грязных мыслей, грязных поступков, да, в этом смысле. А внутренняя чистота — это сосредоточенность на практике, которую дал духовный учитель. То есть, понимаете, если человек не сосредоточен на чем-то высшем, хочет он того или нет, но обязательно в голову какая-нибудь ерунда придет. Помните это выражение? Праздный ум, помните? Кузница дьявола. Если человек не сосредотачивает свое сознание на достижении высшей цели, святое место пусто не бывает. У него начнутся какие-то дурацкие фантазии, дурацкие идейки, мысли, да, и постепенно, как бы, ничем хорошим это так иначе не кончится. То есть здесь происходит, ну, такое слово используем, осквернение. Полный телевизор. Как можно телевидить. А? Полный телевизор. Совершенно. Ну, телевизор, интернет. Ого! Где-то, значит, есть такие запреты. То есть, если человек считает себя духовным, то он должен обязательно избегать четырех вещей. Он должен избегать, ну, нарушения принципа Акимсы, то есть неудоверник должен причинять боли и страдания другим живым существам, ну, в частности, не убить, да, принцип вегетарианства, там, и все остальное. Второй принцип, он не должен соблюдать, он должен, вернее, не должен употреблять одурманивающих веществ, ну, от алкоголя, там, всякие сигареты, наркотики, и все остальное, потому что это, ну, ты их принимаешь или о Боге думаешь, условно говоря. Третий принцип, ты не должен обманывать никого, в частности, ну, не жульничать, не совершать махинации, азартные игры сюда же ходят. Четвертый принцип, это недозволенные половые, ну, измены, недозволенные половые отношения. Есть такая шутка, что в настоящее время, да, эти принципы надо дополнить пяток. Не смотреть телевизор, а не сидеть в интернете. Вот, потому что осквернение просто неизбежно, практически, даже родительский контроль не помогает. Вот, итак, следующее качество, это чистота. И когда человек развивает чистоту, как бы, это естественным образом развивает в нем очень интересное качество. Стабильность. Стабильность означает, что у человека есть цель, и он к ней идет. Здесь стабильность невозможна, антикачество, да, это нестабильность. Почему? Смотрите, вот здесь человек очень точно знает, чего он хочет, и он, не распыляясь, идет к этой цели. Поэтому он может быть стабильным, не сворачивая, влево-вправо. А здесь? Чего здесь хочется человеку? Всего. Совершенно верно. И туда хочу, и туда хочу. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. И человек, в результате, он просто, а-а-а, мечется, мечется, все, и не попадает никуда. Не достигает ничего. Нестабильность означает, что здесь начинаются срывы, метания, колебания, то вверх, то вниз, то вот поперло-поперло, потом ба-бах, ничего, это не происходит и так далее. Прежима. Совершенно. И одна цель, четкая причем. А вы так напрасно улыбаетесь, да, да, понимаю. Вот задайте себе этот вопрос. А какая у меня цель? Вот кто может четко, буквально очень четко, совершенно вот ясно, просто сказать, у меня цель вот такая, такая, такая. Честная цель, может, мы его не скажем. Не, 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 секрет пускай. Вы себе этот вопрос, себе ответите на этот вопрос. Мне, мне, не обязательно. Очень важно быть счастливым. Это не цель, это результат. Да, человек может умереть счастливым, но это не является само по себе целью. Потому что как вы узнаете, что? Цель надо достигнуть. Потому что смерть, это вот она прошла, а ты поддерживаешь, был я счастливым или нет. Да, то есть смерть это больше, чем жизнь, она должна выходить за пределами. Я сейчас о другом. Я думаю, что если человек не может самому себе хотя бы точно, буквально, вот хотя бы просто написать, моя цель такова, такова и такова, вот на бумаге прямо, вот четко, конкретными словами, значит у него цели нет. У меня, например, цель, это делать близким добро. Конкретней. Кто близкий и что значит добро? Результат как вы это делаете? Есть внуки, которые учатся. Что значит у него? Вот смотрите. Вот, да, вот я человек, который вас не знает, я не знаю вашу семейную ситуацию, да. Я вот когда слышу, допустим, такого, я говорю, а это вообще как? А как вы узнаете, что вы эту цель достигли? В чем конкретно выражается добро? У нас же может не совпадать. Например, ребенок может ко мне подойти и сказать, там, папа или бабушка или мама или кто-то, дай денег. Купи мотоцикл. Купи мотоцикл. Я говорю, какой тебе мотоцикл? Во-первых, у тебя нет права. Во-вторых, ты непонятно как себя ведешь, ты на этом мотоцикле просто убьешься. И что будет добро в данном случае? Я ему скажу, на тебе мотоцикл, вот я хочу, чтобы они счастливы были, но он действительно может покалечиться или собьет кого-нибудь на след. И Илья ему скажет, ага, фиг тебе не мотоцикл, сначала научись себя вести по-человеческой. Он скажет, ты меня не любишь, ты зла мне желаешь. Чувствуете, да? Я, конечно, понимаю, что добро, но, как правило, но, тем не менее, это не такая простая вещь. Это не такая простая вещь, на целью надо думать. Это очень серьезный момент в человеческой жизни. Это то, что, это не с бухты-баратки, за одну секунду это не пишется. На целью надо работать. Это вреда говорится, если у человека, то есть есть вещи, которые человек каждый день обязательно должен делать. Ну, как зарядка, как чистить зубы. Зарядка, это я задумал, конечно. Но в том числе думать над своей целью, уточнять ее постоянно. Ладно. Итак, стабильность. Следующая ступень, это когда у человека появляется... Че? Прозорядка? Значит, следующая ступень, это когда у человека появляется... Вот благодаря стабильности он сильным становится. Внутреннюю силу, стержень у него обретается. Такой, как бы, ну вот, внутренняя уверенность. И благодаря этому появляется следующее качество, это самодисциплина. Самодисциплина означает способность удерживаться от соблазнов. То есть, допустим, завел я будильник на полчаса раньше, чем обычно, чтобы вот как раз сделать ту самую зарядку. Я должен что-то. Я думаю, у каждого кто-то есть, да? Не надо ничего пояснять, что бывают такие случаи. Хочется совсем другого. Но самодисциплина означает, я могу это сделать, я могу себя заставить. Потому что у меня внутри есть вот этот стержень. Есть внутри, появилась точка отсчета. Внутри появилась та вот, как бы, точка опоры, да, в которой я могу оттолкнуться и сделать правильную вещь. Преодолеть самого себя, преодолеть свои желания дурацкие, может быть, да, свои вот эти соблазны внутренние. Самодисциплина. То есть, мне хочется другого, но я делаю то, что нужно. Вот это суперважная штука на самом деле. Потому что вот этот момент, например, он является критически важным, ключевая точка в семейных отношениях. Я тут недавно к лекции готовился, заскакивал на женский форум. Что, какое качество женщины ценят мужчины? Ну, там много, конечно, список такой, 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 да? Одно качество повторялось во всех и стояло на первых пунктах. Ответственность. Ответственность. Это вот как раз вот здесь. Хочется чего угодно, но делать нужно то, что нужно. Вот это самодисциплина. Это именно, именно это качество определяет успех мужчины, мужчины в семейной жизни. И если этого качества нет, то, извините, ни одна женщина не уважать не будет, не ценить и так далее. Ну, то есть, она будет рядом пока деньги, допустим, есть, еще пока там, молодой, здоровый, сильный. Вот. Но вот если нет этого качества, уважения точно не будет. То есть, все очень просто. Соответственно, если нет самодисциплины, то, как бы, антикачество, это, ну, неспособность в дисциплине, да? Ответственность. Ну, более широко. Неспособность в дисциплине. То есть, это не только в ответственности, да, речь идет? Иногда ответственности нет. То есть, ну, сделаю, не сделаю, от этого, в принципе, ничего не зависит, да? Ну, про просто правильную речь, допустим. Вот, воскресенье. Имею полное право поспать подольше. Да. Никто не осудит. И даже если я встану попозже, ничего от этого не случится, да? То есть, ну, к ответственности это не относится. Но, по идее, это встать нужно все равно вовремя. Потому что это рано или поздно, когда-то это даст себя знать. За него в честь. Вот. То есть, тут вот уже появляются срывы. То есть, человек, вот здесь уже, в той же самой семейной жизни, вот на этом уровне, как бы, человек становится ненадежным. Ненадежным партнером. Потому что, женщина, например, очень четко чувствует, когда у мужчины вот эта слабость появляется, слабинка. Когда она чувствует, вот сейчас какая-нибудь там вертихвостка, да, посмотрит на него, и он уйдет. Что, поздно встать? Сейчас позову, друзья, пить капитал. И вообще не слабо. И он пойдет. Хотя знает, да, что нужно делать совсем другое. Это очень четко чувствуется. Мужчины это не всегда вот так улавливают. У них как бы немножко другие, как бы, другая, по-другому чуть-чуть, где-то вот психофизиология работает, а женщина это чувствует всегда, например. То есть вот уже здесь начинаются вот эти выигрыши, да. Здесь человек начинает выигрывать, здесь уже пошел проигрыши. Понимаете, да? То есть это не теория, это практика, это наша жизнь. Это работает для нас. И следующее качество, оно, в общем-то, очень похоже, но есть нюансы, не вложение. Значит, называется оно отречение. Отречение. И вот я не просто удерживаю чувства, да, вот, ну, свои желания. Отречение означает, я еще могу делать то, что нужно. То есть если самодисциплина означает отказ от того, что нельзя делать, то есть пруд, стоять, нельзя, да. То есть отречение, отречение это не означает, что я перестаю что-то делать. Отречение, совершенно иной смысл на самом деле этого слова. Отречение означает, что я начинаю заниматься тем, что нужно. Это иногда сложнее. То есть здесь означает, просто, ну, не буду лениться, а здесь вот буду работать. Понимаете? Это следующий этап как бы. Если вот этот не прошел, отречение быть не может на самом деле. То есть говорят, отреченные монахи, например. Это не означает, что они ничего не делают. То есть у них нет жены, детей, там, на работу они не ходят. Отречение не в этом. Отречение в том, что у них есть самодисциплина, они не позволяют себе вот этих самых, вот, расслабиться, как бы, да, вот, оторваться на полную катушку, там, с пивком, с друзьями, там, да, вот. Совершенно верно. Они очень четко делают то, что приближает их к цели. Отречение, другой синоним этого слова, сосредоточенность. Очень глубокая, причем, сосредоточенность. А антикачество, противоположность, это что, кстати? Кто догадается? Отречение. От противоположности отречения. Собственность и дозволенность. Ну, близко. Привязанности. Привязанности. Или зависимости еще говорят. То есть человек становится рабом своих чувств. То есть вот эти вот маленькие радости в жизни. Ну, такие. Иногда невинные, иногда не очень. Но привязанность означает, что ради этих радостей, ради того, чтобы утолить вот этот голос своего счастья, он же все, он все более и более несчастным становится. Вот ради того, чтобы хоть какое-то счастье испытать, он уже готов на все. Он уже готов на все. Понимаете? Вообще на все. Вот здесь когда-то раз убить уже и все остальное. Про наркоман. Мне, да, рассказывал один знакомый, кто опыт у него был. Он, как бы, из бывших наркоманов как раз. Он каким-то правдами и неправдами он получил вот эту вот порцию, да? Ну, героин или что-то. Надо было его в шприц развести в воде, везти в шприц и уколоться. Мне настолько вот это вот, вот мне настолько это надо было. Ну, вот ломка, да, вот хочу этого, желание дикое. То есть, а он находился на улице, ну, где-то вот у него там наркодилер. Говорит, я просто, мне нужна была вода, а воды кругом не было. И он единственный источник, который что сделал, он просто ворвался в общественный туалет, да, толкнул какого-то мужика буквально из унитаза, от унитаза, из этого унитаза набрал, ему уже все равно было, на все был готов, ввел себе, ну, и так далее. Это крайний вариант наркомании, но в принципе, да, привязанности, да, слово это такое невинное может быть звучит, а на самом-то деле вещь страшная. Это означает зависимость, да, ну, просто в русском языке нет соответствующего слова, чтобы можно было глубину этого падения уже, по сути дела, в России. Например, если человек хочет занять пост какой-то на работе, он готов на обман, он будет лгать, он будет обливать грязью, будет интриги какие-то устраивать, ему подлог, все что угодно можно, лишь бы получить свою цель. Все очень просто. Вот. Что, весело, да, становится? Очень. То есть, знаете, да, ставки повышаются. Чем дальше, тем интереснее. Главное, мудрость. Вот. И следующее качество, то есть, о тречении мы говорили, это сосредоточенность. Человек занимает самого себя в правильных вещах. И когда он делает правильные вещи, то постепенно от его сердца начинает отваливаться, как вот эта вот скорлупа. Все оно на основе, вот шелуха, да, вот эта грязь, которая копилась, это все начинает от него отставать просто. Это знаете, когда вот, там, долго вот руки не мыл, там, в огороде работал, да, там такая грязь, слой грязи появляется, и потом, когда начинаешь мыть, да, под краном или где-то, вот такие куски начинают вот эта грязь отваливаться. Совершенно верно. И здесь вот от души, от души начинает вот эта грязь вот так вот конками, кусками отваливаться. И эта стадия называется избавление от ложного эго. Избавление от ложного эго. То есть человек перестал делать все то, да, что составляло основу ложного эго. Ложное эго, это называется эгоизм. Эгоизм. Да, все мне. Я хозяин жизни. Единственный, кто достоин наслаждаться, это я. Единственный, кто достоин прославления, это я. Почему не мне? Вот это вот очень, как бы такой типичный вопрос человека, которого обуяло ложное эго. Мама мне рассказывала, она работала в госпитале, на военном. И у них проводили соцсоревнования. Помните, может быть, да, такие штуки в свое время устраивали? И там тогда очень по-разному люди себя вели. То есть по идее соцсоревнования, ну и вообще любое соревнование должно лучшее качество у человека проводить. Энтузиазм какой-то, ну вот энергию дополнительную какую-то выделить. А там просто все передрались. Потому что не так много возможностей, в принципе, заработать, очки какие-то, баллы. Вот. И когда, допустим, два человека, вот, одинаковое количество очков набирали, то, ну это военное, да, у них своя, как бы, такая специфика особая. Вот. Что, премию или там, или там просто грамоту, или еще что-то, могли дать только одному. И вот в этот момент люди очень по-разному начинали себя вести. И были конкретно те, кто, он говорит, а он говорит, а я была председателем правкома, то есть вот я распределял эти вещи. И говорит, я просто не знал, потому что человек, что делать, потому что человек приходит и говорит, а почему не мне? Мне было очень сложно до тех пор, пока я не научился это вещать. А почему тебе? Тебе было в прошлый раз, в это другому кому-то. Но вот здесь человек, да, он этого не понимает. Он реально не понимает. Потому что, как это не мне? Это знаете, как ребенок, да, который, ну, вот у ребенка в голове не укладывается, что значит взять и поделиться. Дети, они все эгоисты. Им можно, но нет рождения такие. Один человек, он сейчас вот реально духовный учитель, да, он как бы, такой он очень-очень возвышенный личность. Он говорит, я помню, как в детстве мне родители говорили, возьми конфетку, поделись с сестренкой. Я помню, какую у меня внутри чувствовала, как бы, логическая несостыковка, да? Конфетка не для того, чтобы я ее делился. Да, это пополам, ага. Она целая. Конечно, вот и да. Конфетка для того, чтобы я ее ел. Вот ложное эго, ну, такое. И вот здесь, поскольку человек перестал делать все, что усиливает ложное эго, постепенно оно начинает ослабляться. Эгоизм начинает исчезать. Вот то, что терзало сердце человека, да, а вдруг мне не хватит, а вдруг у меня не получится, а вдруг меня обойдут, а вдруг кто-то как бы обманет, а вдруг кто-то больше загребет, да? Вот это все начинает исчезать из сердца. И начинает проявляться его истинное эго. То самое, которое всех любит, да, которое не боится смерти, которое исполнено знание, интуиция начинает, мудрость, вот это самое начинает реально проявляться у человека. Ну, а здесь, да, здесь, естественно, образом усиление ложного эго. То есть, знаете, есть люди, которые с возрастом, как бы ближе к пенсии, там, и то далее, есть люди, которые становятся все более щедрыми. Знаете, вот открытые такие, хлебосольные, там, как бы, а есть те, кто в старости становятся скупыми. Синдром Плюшкина, помните такое, да? Вот как раз вот это вот оно самое и есть. И дальше, и чем дальше, и когда вот у человека он начинает освобождаться от ложного эго, когда душа начинает проглядывать, он, вот тут вот уже начинаются реально духовные вещи, да? То есть, вот все, о чем мы в книжках читали или в фильмах, может быть, или там, просветление, вот эти все слова, да, такие высокие. Если человек все правильно делает, это очень быстро приходит. Говорится, любой человек, в принципе, к 50 годам может обрести мудрость. Если ему повезло, если он оказался в правильных условиях, его правильно воспитывали, правильное общение у него было, то, в принципе, к середине жизни, к 50 годам уже любой человек должен стать мудростьом. То есть, следующая стадия, ну, она так немножко звучит, как бы, словом, так вот, на русский не очень, как, 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 корявосты, как. Осознание бренности материального существования. Ну, то есть, человек понимает, что, в принципе, сама жизнь, вот, в материальном мире, да? Да, я понимаю, что сейчас вот оно, как бы, звучит немножко, да? Уже... Теряется только смысл вообще, как... Спокойно, 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 спокойно. Можешь человек понимать, что сознание, что... Я по-другому скажу, что человек думает, если все, что у меня есть в этом мире, да? Это вот вещи, это вот это тело, да? То я обрекаю себя на очень умизительное, на самом деле, существование. Потому что он начинает смотреть на... Знаете, вообще, чем отличается мудрец от глупца? Одно из таких очень интересных качеств. Мудрец очень точно знает, чего от кого можно ожидать. А чего от кого ожидать нельзя. Простой пример. Ну, допустим, покупаю компьютер. Давно хотел. Ноутбук. Вау, ноутбук. О, здорово, да? Хорошо купил деньги, вот, наконец, купил. Зараза, через год сломался. Как себя ведет глупец и мудрец? Глупец что сразу будет делать? А-а-а! Сломался, катастрофа! Как же так? Паника, разочарование. Я надеялся, что он будет делать меня счастливым всегда. Что он будет источником моего счастья вечно, а он, сволочь, сломался. Мудрец смотрит. А, ну да, ну я знал, что он сломается. Они же говорили там, гарантийный срок год. Вот год прошел, сломался, все нормально. То есть мудрец никогда не обманывается в своих ожиданиях. Глупец, он думает. Я буду жить вечно. Я всегда буду молодым. Я всегда буду счастливым. И всегда умеет здоровым. Да. Вот. И когда он, как бы, этого не происходит, он начинает себя чувствовать обманутым в самых лучших своих чувствах. Обманули. Мудрец он понимает. Но это тело... Есть история к этому поводу? Ничего, можно? Не встали еще? Нет. Значит, есть такая история. Однажды к человеку... Я, может, и правда рассказывал. Однажды к человеку пришел бог смерти. Ну, и... Ну, не в самом смысле величие. Ну, это такая... Технический директор, да, что называется. Помощник. Да. Бог смерти. За смерть отвечает. Он пришел к человеку и сказал, извини, дорогой, пришло твое время, пора. Но он не знал, на кого он нормался. Потому что человек был юристом. Юристом. Минуточку. У него жизнь застрахована. Да, как бы, нет, застрахована. Все круче. Я юрист, я знаю законы. Ты не можешь просто так прийти и сказать, пойдем. Ты меня должен был заранее предупредить. Где предупреждение, где извещение? Нету. Так что все. Отвали там до свидания. Бог смерти заносит. Да, елки-палки. Ну, действительно, сложный какой-то юридический случай, да? Потом, слушай, извини. И просто, и чисто из вежливости спрашиваю. У тебя там суставы-то как? Ну, как, как? Так же, как в молодости. Вот ты еще шутишь, что ли? По лестнице вообще не поднимаешься, не используешься, да? Смелькат, вообще там болят. А волосы, как волосы? Говорят, какие волосы, да? Сорока лет уже практически ничего не осталось, да? А желудок как? Ну, как, есть ничего, не могу все время, болит. Так, о, слушай, это же и были мои извещения. Я же тебе каждый раз посылал весточку. Готовься. Ну, так что ты сейчас не прешься? Пойдем. И вот человек, вот в данном случае, человек, он просто начинает на все это смотреть, и он понимает, нет тут такой вещи, на которую я бы мог положиться. Вещи стареют, портятся, теряются. Люди умирают, там, меняются, уезжают, да? Мое тело, ну, даже меня подводит. И он понимает, здесь, в Ведах такая очень интересная фраза, она по-английски, ну, или по-русски звучит очень хорошо. Этот мир не место для настоящих леди и джентльменов. И здесь человек, он как бы начинает понимать, что я тут вообще делаю? Дурацкое место, елки. Нет, ну, серьезно. Полгода снег лежит. Весь. Ну, да, ну, полгода. Это что, нормальное место, что ли? Или наоборот? Снега вообще нет? Ага, а температура под плюс 60. Что, бывает реально, полно. Это что, нормальное место? То есть, понимаете, здесь, человек начинает понимать, что здесь могут жить только те люди, которые себя по-настоящему не уважают. То есть, которые настолько хотят вот наслаждаться, это вот, привязанность, к которому все равно где, все равно с кем, все равно как. Вот так вот, как животное. Мне один ученый рассказывал, знаете, это настолько глубокий инстинкт наслаждения, он у каждого живого существа записан. Они, значит, эти ученые, им нужна была для экспериментов, они работали с геморрагической лихорадкой, то есть лихорадкой, которая разрушает элитроциты, ну, человека в частности. И для того, чтобы выращивать возбудителя, нужны среды с примесью крови. Кровь берут у кроликов. Ну, то есть, у кроликов просто кровь откачивают, кролик умирает, естественным образом при этом, на это крови выращивают возбудители, это смертельные лихорадки. И там вот несколько кроликов, короче, вот так вот уже, как бы, обескробили. И ученый говорит, я поворачиваюсь к лаборантке, говорю, ну, вот бедные животинки, да, померли и так далее. А лаборантка говорит, а вы посмотрите на животинок. Я заглядываю по столу, куда эти тушки сваливаются, и вижу, что эти крови, они не могут жить. У них крови нет, они совпупляются. То есть вот этот инстинкт, да, наслаждения, он сильнее. Люди даже о смерти, животные, живые существа, они о смерти не могут думать. Ясность, несмотря ни на что. Вот. И здесь человек понимает, я не хочу, я тут жить, дурацкое место вообще. Дурацкое. Ну, а здесь как раз, как бы, наоборот, как раз. Человек... Вот тут очень интересный момент. Да. Он начинает... Все верно, все правильно. Молодцы, на самом деле, главное. Смотрите, здесь он этих друзей перестает смотреть как на тела. Вот здесь вот, он говорит, да, мои друзья, это тело. Вот оно рядом со мной, для чего он не нужен, этот друг. Ну, в общем, это не было. Мне нужно остановиться. Смешно. Я сейчас проведу небольшую рекламную кампанию. Вот смотрите. Это, опять же, история из ветра. История из ветра такая, немножко она грустная, конечно. В общем, однажды мудрец пришел в дом, да, и в доме был траур, потому что умер, ну, там, скажем, человек, глава семьи, допустим, да. И мудрец смотрит, все плачут. Говорит, а чего вы плачете? Почему вы плачете? Говорит, ну как, вот умер, умер, ага, а чего умер? Вот он лежит, в принципе, такой же, как и был при жизни. Да? В принципе, он говорит, ну, мы его потеряли. Почему потеряли? Вот он лежит. Он говорит, ну, он же как, ну, испортится. Такие проблемы, сейчас заболезобируем. Все, посадите дома, посадите за столом, и будет вот он снова снова. Говорит, а что, дурак? Говорит, а вы? О чем вы плачете? Кто ушел? Что вы потеряли? Тело осталось здесь. Что ушло? Душа. Душа. Вот здесь человек на друзей, на родственников, на живых существах в мире начинает смотреть, как на душу. И он понимает. А они точно так же испытают пиеры. Понимаете? Очень трудно наслаждаться в холерном бараке. Очень трудно наслаждаться дружбой в концлагере. Можно, можно, но трудно. И здесь человек именно так начинает на это смотреть. И он понимает, о чем мы... Хорошо, не только, что я здесь делаю, а что мы вообще все здесь делаем. Он уже не эгоист, обратите внимание, он на эту ложную эго избавился. И он понимает. Ребята, он как бы к людям обращается с таким посланником. У меня для вас плохая новость. Похоже, мы круто лоханулись. Мы, похоже, вот сообща когда-то сделали большую глупость и оказались здесь. Что родились в этой стране. В этом мире. Что не выбрали вот этот путь. Что не выбрали вот этот путь. Совершенно верно. И мы как бы оказались вот здесь в конце концов. Ребята, пора сваливать. То есть у него уже вот эта идея появляется. Понимаете? Тут есть момент. Обратите внимание. Вот это очень важный признак. Счастье-то нарастает на самом деле. Это не то, что тут как бы нет такого, что «Ой, блин, куда же я попал? Что ж теперь будет? Это вот мне теперь еще кучу лет здесь жить? Ой!» Нет такого. Здесь наоборот. Я понял. Я понял, что можно жить по-другому. Понимаете? Озарение приходит человеку. Не-не-не-не-не. И вето говорится, для озарения достаточно даже одного мгновения. Поэтому нет, никогда нет такого момента, что мне поздно. Озарение приходит к человеку. Просто очень важно. Он каждый раз становится все более счастливым. Он... Ну вот это вот. То есть счастье. Нет. Он не в тупике себя увидел. Он наконец-то увидел выход из тупика. Понимаете? Нет. Сейчас. Вот. Не поняла. Вот смотрите. Я всегда думал, что моя судьба, это, ну, горбатиться на работе, да, за нищенскую зарплату. Моя судьба, там, воспитывать детей, которые станут, потом уедут, и я останусь один, да, непонятно, как я буду доживать свой век. Я думал, что моя судьба, это нищенская пенсия. Я думал, что моя судьба, это дурацкий климат. Это там непонятно, какие условия, все остальное. Вот, да? И я вдруг понял, что на самом деле моя судьба совершенно другая. Моя судьба, это вечное счастье. Моя судьба, это отношение, основное на любви. Моя судьба, это знание, это глубокое понимание того, что происходит. Вот моя судьба. Вот что означает, он понял, что бренность... Он понял, что просто не надо вот на эти вещи все, как бы ориентируется. Понятно. Не в этом дело. Я рожден для другого. То есть, это все позитивное, на самом деле, утверждение, приносящее счастье. Кто из вас хочет прожить серую, унылую, тоскаливую жизнь? Нет мазохистов, правильно? Все хотят другого. Но просто, чтобы ее прожить, нужно дойти вот до этого. И понять, а чего же я, что такое настоящая жизнь? Настоящая жизнь, это не то, что в фильмах показывают, когда адреналин, наркотики, рулетка, бешеные оставки, да, там, дикий блеск в глазах и все остальное, ничего подобного. Это все вот здесь, это все привязанности. И они просто разрушат тело и сделают... В фильмах никогда не показывают, чем это все заканчивается. А заканчивается все инвалидностью, да, расшатанными зубами, разболтанным кишечником, слепящими суставами и так далее. Здесь другое. Здесь человек наконец-то понял, к чему надо стремиться. И если совсем просто, да, здесь начинает душа проглядывать. А душа, ее природа, это вечность, знание и блаженство. Вечность, знание и блаженство. Представьте себе, что когда вы смотрите на друзей, вы знаете время знания, что их сделает по-настоящему счастливыми. Вы знаете, что эти люди, которых вы любите больше всего, ваши с ними отношения вечные. Даже смерть не сможет вас возлучить. И что в этих отношениях не ссоры, не обиды, а любовь. Вот что это такое. Разве этого не хочется? Точно хотите остановиться? Да. Я информировал, это же 50. А, хорошо. Это 50, это как бы сам древен. А, ну ладно, хорошо, хорошо. Свобода выбора у всяких состоится. Ну, хорошо. А здесь, соответственно, наоборот, важность материального существования. Ну, потому что у человека просто больше ничего нет. А вот вообще можно, в чем-то осталось. Вот если, потому что, что здесь делать? Суициды там не пойдут после этого? У некоторых... После чего? Нет, 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 нет. Если на этом месте так плохо. Суициды... Нет, на самом деле все правильно, очень хороший вопрос. А если... Вот тут вот в этом моменте как бы... Вот это все. Вот если человек... Человек может, в принципе, своему до этого всего дойти. Но поскольку у него нет практик, он понимает... Дурак я, дурак, да? Вот примерно такое. Только он сделать ничего не может, потому что у него нет практики. Но он понял это, и что он будет делать. Поэтому вот этот момент, мы не зря как бы, или кружком, он действительно очень важный. Потому что, чтобы правильно пройти эту стадию, чтобы не застрять на ней, чтобы не разочароваться во всем, нужны знания нормальные. То есть почему он говорит, что веды, да? Веды — это система знаний. Не просто что-то одно вывернул, разобрался в том, что все... Ребят, нет, ну так, действительно, все плохо. Все плохо? Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? И самое главное — бежать некуда. Тупик. Это не веды, это не ведический подход. Веды предлагают. Не-не-не, спокойно, ребята, дальше быть. Вот. Значит, и следующее качество, которое появляется... Вот тут уже очень интересно. Это... Так, сейчас я... Такое оно. Самоотречение. Сейчас поясню. Звучит немножко так. Самоотречение. Вот здесь, вот здесь, человек начинает чувствовать, реально. Начинает чувствовать счастье. Посмотри, здесь уже после участия, наконец-то. Самоотречение означает, что человек достиг такого уровня, что он чувствует счастье, когда он действительно что-то правильное делает для других. То есть он чувствует... Вот если человек приходит ко мне и говорит, «А, что-то у меня настроение хреновое». Вот это когда же, «Давай водки налью». Нет, он чувствует, «Ой, что-то у меня такого плохо становится». «Мне такого плохо становится». Самоотречение означает, как только я что-то неправильно делаю, делаю то, что уводит меня от мудрости, становится плохо. Как только я делаю что-то правильное, всем становится хорошо. Вы представьте себе, что вот ваша жизнь состоит из правильных вещей. Потому что вы узнали, да? Вы поняли, что значит жить правильно. И каждый правильный поступок делает вас все более и более счастливым. Представляете? Ваше счастье целиком и полностью в ваших руках. Вот смотрите, если бы вы знали, что точно сделает вас счастливым, причем по-настоящему, да? Вы бы это использовали? Ну конечно, кто же захочет упустить свое счастье? Вот здесь человек реально начинает чувствовать, что делает меня счастливым, а что нет. Очень четко начинает эти вещи различать. Вот на этом этапе он действительно становится вкуснецом своего счастья. Представляете, вот вы утром просыпаетесь, и первая мысль. Классно. Ничего не валит, это ерунда даже. Я не выспался, фигня, он говорит. Классно. Не важно, вот прикиньте, классно, знаете что? Не важно, выспался или не выспался. Не важно. Но вообще, я реально проснулся, и у меня есть возможность что-то стать счастливым. Что-то делать. То есть, я просыпаюсь утром, не с пониманием. Еще один день. То есть, день сурка. Сегодня опять на работе будут начальство надоедать, жена будет пить, или муж там что-то опять будет возмущаться. Дети опять... Сегодня я стану еще более счастливым. Причем, это не просто какой-то настрой. Нет, я стану счастливым. Нет, я стану счастливым. Уже сам не верю, но все себя убеждаю. А здесь реально. Действительно, я знаю, что нужно сделать, для того, чтобы стать счастливым. Как вы думаете, такой человек долго будет в постели валяться? Нет. Однозначно, энтузиазм огромный. По утрам подсыпаешься, скорее, скорее, счастье ждет. Представляете, счастье ждет, когда я его возьму. Ну вы просто представьте себе, что это за жизнь вообще, а? Нет, ну на уровне самоотвечения просто понятия счастья у человека. Просто, ну, счастье видит во всем, вот это все. Для него не надо глобальных там каких-то поступков. Так он постоянно... Нет, ну хорошо. Он даже не задумывается о том, что он будет счастливым. Это вот самое главное, что не задумывается. Нет, когда мы дойдем до этого, мы не будем... И не будем... У меня сейчас другая цель, ребят. Я сейчас как рекламный агент поступаю. Слушай, я бы сказал, момент был. Сейчас, секундочку. Просто моя задача просто сейчас показать, что есть такой вариант. И он хороший на самом деле. Чисто вот, понимаете? Вот. То есть, конечно, когда человек доходит, ему это перестает волновать. Он уже не испытывает счастье. Он сам является счастьем. Он сам становится счастьем. Сам уют его. Это все. Но моя задача, я просто слышу, что не хочу. Я пытаюсь задумываться. Ну это здорово на самом деле. Это вообще единственный вариант, достойный человека, по большому счету. У меня в этом задача. Понимаете, что жить вот так вот и думать, что вот это вот так, чтобы я был счастливым, это ужасно. Грустится ведь. По-настоящему, если истина, у человека не задумывается. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Я согласен. Просто смотрите. Вот когда мы до этого и дойдем, действительно, это будет совершенно естественное состояние. Я говорю, мы не то, что мы создаем счастье. Мы и есть это. Мы живем этим. Это становится природой человека. Да, это суть. Это моя природа. Это то, что я есть. Я есть не усилия какие-то постоянные, не мученические, а это моя жизнь. Она наполнена, она состоит из счастья. То есть я об этом не думаю. Это как дышать. Сама жизнь счастья. Совершенно верно. Это как... Просто сейчас мы об этом пытаемся... Сейчас мы просто теоретически пытаемся... Вот давайте как бы разберем... Как знаете, вот люди из церкви отходят, и я вот попросил, я помолился, я вот это вот так сделаю, я в рай попаду. Вот они об этом стоят, вот думают, это же вообще... Здесь уже такой... Просто мы сейчас немножко в такой ситуации, смотри. Вот я вам сейчас рассказываю, какой вкусный торт. Понимаете? Торт. О, он вкусный. Там такой вкус. На языке такое ощущение вообще. И сразу тепло такое. И вот я чувствую, как он пошел, пошел, пошел. И так хорошо на душе становится, да? А вы... Не, я не про это. Вы мне говорите, да не надо думать, какой вкусный торт, надо его просто есть. Вот я согласен. Я вам сейчас рассказываю здесь, какой вкусный торт. А вы мне говорите, что он говорит, я согласен, я предлагаю. Давайте попробуем. Вот цель нашей сегодняшней встречи, да, просто моя сверхзадача, да, то есть какую цель я бы хотел, какую цель я бы хотел сделать, чтобы у вас появилось желание этот торт попробовать. И поэтому я рассказываю о нем. Я не могу заставить. Это ваш выбор. Как захотите, так и будет. Но мне бы хотелось предложить. Да? С ММК. Собрание нашей церкви. Хорошо. Просто уже позже. Сейчас и сверхзадача. Итак, самоотвечения. Противоположность этого качества. Очень часто. Так, внимание, внимание. Уже немножко осталось. Потерпите, уже почти закончили. Я понимаю, что устали, но тема такая серьезная. А, чуть-чуть. А, хорошо. Хорошо. Значит, противоположность самоотвечения – это вожделение. Вожделение. Они тут все эти, в принципе, вещи очень похожи. Просто по нарастающей идет, да? Вожделение означает, что… Помните, мы в семинаре по семейным отношениям разбирали? В семинаре по семейным отношениям мы это определение давали. Чем любовь отличается от вожделения? Помните? Кто был? Ой, смотри, я был. Да. Как? Что это значит? Это вожделение. Вожделение – это наслаждение, любовь и семейным отношениям. Мы говорили о чем… Наслаждение, внимание, внимание. Смотрите. Любовь – это взрыв. Смотрите. Очень простая разница. Любовь – вот он, сам отличается. Я прошу прощения. Просто тяжело вам перекрики. Простите, пожалуйста. Любовь – это когда я готов себя изменить, для любимого человека. Не важно, чтобы он стал счастливым. А вожделение – это когда я хочу его, другого человека, изменить от себя. Понимаете разницу? Самоотрещение означает… Мужчина. А мужчина – женщина. Есть, знаете, у психологов такая старинная-старинная шутка, что женщина думает, после свадьбы он изменится. А он не изменится. А мужчина думает, после свадьбы она не изменится. А она изменится. Вот это как раз вожделение есть. Самоотрещение означает, мне уже не важно, какой ты, да, кто ты. Я знаю, что ты классный, что ты душа. Я готов для тебя сделать все. Представьте себе, что я с вами такой человек. Торт? Вот торт такой, да. Вот. А я бы хотеть машину, он скажет, зачем тебе моя машина? Нет. Может быть и скажет. Но скажет, если тебе действительно хочется, напряжемся на сделанное. Если тебе действительно этого нужно. И знаете, что самое интересное? Когда человек так говорит, машину уже как-то и не хочется, что самое интересное. Серьезно. Если она действительно нужна, если это вот, ну, потому что без нее просто сложно, потому что далеко ездить, там, детей возить или еще что-то, он скажет, я понимаю, это действительно нужно. Слушай, давай что-нибудь придумаем. Может быть, кредит возьмем, может быть, там, борослика бросим, может, еще что-то. Может быть, пока не самую дорогую, да, но такую, чтобы хоть что-то было. Вот. Ну, он скажет, если тебе это действительно нужно, я готов. Вот теперь смотрите, если она мне действительно не нужна, ну, если мне просто вот хочется, потому что у всех есть. И человек, он ради меня готов на всё. Я понимаю, он сейчас готов ради меня, ради дурацкого на самом деле желания, он готов влезть в долги, готов работать больше, готов мучиться. А мне надо вот такая жертва? Человек меня любит. Подумайте, если человек вас действительно любит, захочется ли вам им манипулировать? Если вы его любите, а если вы его не любите, но и больше не любите. А если вам больше хорошо. А тут уже другой аспект, веды говорят, давайте начинать с себя. Давайте тогда зададим вот вопрос, а я люблю этого человека? Если я люблю, давайте подумаем. Потому что, знаете, это как ребёнок. Потому что ребёнок конючить, 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 ну вот если он уже совсем не как, родители могут ему конфету дать, шарик с люстры снять, ему уж сильно хочется и так далее. Вот бывает иногда такое. Просто потому что, ну удерживать, ну просто он несчастлив от этого. Иногда бывает, что это тоже как бы из любви. Но если я понимаю, что это вред, и до последнего, конечно, буду помогать ему понять, что это не нужно. Любовь тонкая штука, любовь очень нежная, нежная такая материя. Очень легко всё распортить. Очень легко. Нужно знать, да, ну как бы, нужно знать ценность настоящей любви. Чтобы когда я её почувствую, когда я увижу, что человек ко мне не чувствует, чтобы хотя бы не пропустить её. Чтобы не упустить вот тот очень-очень свет, решался, который ты держишь. И так, самоотрещение или вожделение. И следующее качество у человека очень интересным становится. Он становится невозмутимым. Обратите внимание, неравнодушным, именно невозмутимым. А что значит невозмутимость? Хороший человек. Почему человек становится невозмутимым? Так он устремляет душу. Нет, 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 нет. Почему он спокоен? Почему? А узнать ценность и ремки, и души. Совершенно верно. Он понимает смысл происходящего. Помните, мы начинали с вопроса, да, зачем мне это надо? Вот здесь он получает ответ на этот вопрос. И вот здесь он понимает, что всё, что происходит... Неизбежно. Не, всё к лучшему. Всё к лучшему. Есть такая старая история. Она из... Я уже не помню, то ли из исламской, то ли из христианской традиции. Значит, там история про двух ангров. Я, может, её рассказывал даже? Значит, два ангра, старый и молодой. Ну так, условно, да? Значит, путешествовали. И на ночь они остановились в одном богатом доме. Их дом их приняли очень плохо. То есть буквально в какой-то подвал загнали ночевать. Там обед кидали какие-то. Очень пренебрежительно отнеслись. Ну, нищие там такие находят, всё такое. И они ночь провели в этом дурацком подвале. И когда уходили, значит, из стены подвала выпал просто камень. Ну, подвал старый, дом немножко рустой. Старый ангел покачал головой, поднял этот камень и вложил обратно в стену. Вот. И они пошли дальше по дороге. На следующий ночлег остановились в бедном доме. В доме бедняка. И их там приняли как самые дорогие гостей. То есть подсадили на лучшие места. Хозяева себе как бы почти ничего не ели. Всё самое вкусное отдали гостям. Уложили спать на хозяйской кровати. Ну, она одна в доме была. Сами отправились спать на сеновал. И утром, когда все проснулись, оказалось, что у бедника умерла корова. И молодой ангел спросил у старого, слушай, где справедливость? Как так? Почему так происходит? Там богатый человек, он чмодливый, он наглый, он жадный. А ты, по сути, ему как бы ремонтировал дом. А здесь бедняк, он святой человек. Почему у него умерла корова? Почему такая несправедливость? И старый ангел сказал, ты просто видишь внешние вещи, но ты не понимаешь смысла. Ты не видишь сути пока ещё. Не научился. За тем камнем, который выпал в доме богатого, в подвале, скрывался клад золота. Но я вставил это камень на место, и богач никогда не найдёт этот клад. А у бедника на самом деле должна была умереть жена. И я всю ночь бился с ангелом смерти, чтобы он согласился взять корову. Мораль, что всё может быть совсем не так, как кажется. И вот здесь человек становится невозмутимым, потому что он начинает вот эту самую Божью волю видеть. Божий замысел. И он понимает, что все же знают, что бог есть любовь. А это значит, что от бога не может исходить ничего плохого. И даже если это по внешнему виду кажется плохим, на самом деле оно всё равно вернётся чем-то хорошим. Потому что он только сумеет это увидеть. И вот здесь человек начинает это реально видеть. Я думаю, как бы стоящая такая вещь. Да, правда? Да. То есть, ну, от этого стоит дорасти до этого. Есть такая история. Это вот это в наше время было. Шикар Ак-Рупада — это тот человек, который вот ведическое знание на Запад принёс. Ну, первым, да, как бы, в нормальном виде, неискажённом. И у него была история. У него был ученик. Ученик — очень богатый бизнесмен. И однажды этот бизнесмен пожертвовал очень большую сумму денег на церковь, на возведение храма очень такого. Большого, пышного, богатого. И спустя какое-то время сын этого бизнесмена разбился, погиб в катастрофе, разбился на мотоцикле. Вот. И этот учитель сказал своим ученикам, ну, всем другим, идите попросить у этого бизнесмена денег. И они сказали, да как же так? Он же столько делал, у него сын разбился, он же... И они сказали, идите и попросите. И они пришли, очень смущаясь, думали, что, наверное, ничего не даст, прогонит, скажет, где ваш бог был и так далее. Бизнесмен выписал им сумму в два раза больше. И человек пропадал, он сказал, вот, обратите внимание, вот это настоящий, настоящий верующий, он не обиделся на бога. Да, он вот именно принял, что все к лучшему, все проявление Божьей милости. Тот, кто любит, плохого не сделает. Здесь же, да, наоборот, то есть постоянное беспокойство от того, что что-то случилось, что-то потерял, там, ааа, парагозик сломался. Да, то есть двойственность это называется. Двойственность в счастье и горе. В счастье и горе. То есть, когда все хорошо, он, вау, наконец-то, счастье, счастье, счастье. Как только что-то, ааа, все пропало, все горе, все плохо. И у него вот такие качели. Значит, вот в счастье и в горе. Майкинг, огромный размах. В счастье и в горе, в счастье и в горе. То есть, когда у него счастье, ему кажется, что это будет вечно. Когда у него горе, он думает, что горе будет вечно. То есть, изматывающая такая жизнь, постоянно. Никакой стабильности, поэтому бойственность называется, здесь невозмутимость, здесь говорит человек, ну если по-русски невозмутимость означает уверенность в том, что все будет хорошо. Причем это не кулак, а я все-таки верю, что несмотря ни на что мы будем жить долго и счастливо. Знаете, я так с вызовом иногда человек, здесь и другого, действительно это понял, осознал, в сердце пошло это знание. И следующее качество, как следствие, это очень глубокое, как говорится, непоколебимая верность к Богу. Непоколебимая верность к Богу. То есть антикачество это отвержение Бога. Ну то есть идея какая? Тут человек всегда говорит, если Бог действительно есть, как Он мог это допустить? Как Он мог допустить, чтобы мы ее машину украли? Есть такая, знаете, старая анекдот на эту тему, когда, знаете, с церквями там часто такие ящички для пожертвования вставляют. Ну чтобы, причем сейчас уже ставят так, чтобы на уровне примерно этого стекла в машине, в автомобиле, чтобы человек мог просто подъехать и пустить стекла, не заморачиваясь, пожертвовать. Значит история такая, к одному ящичку подъезжает набороченный такой Мерседес, красивый, черный, блестящий, все. Кошечка опускается, два человека пожертвовал, отъезжает. И тут же буквально через несколько метров в этот Мерседес летает КамАЗ. И к Мерседесу кубарем летит. Ну там сработали подушки безопасности, человек, водитель на ремне так вот висит. И видит, что к тому же самому ящику подъезжает такой крутой набороченный джип. И он так из последних сил говорит, браток, туда не кидай, там не работает. Здесь уже другая ситуация. Здесь человек понимает, что все нормально, что бы ни происходило, все правильно. То есть вне из-за чего беспокоиться совершенно. Следующее качество. Оно на русский язык часто переводится как стремление к уединению. Уединение. Но это просто не совсем точный перевод. Смысл в том, что человек, он не географически стремится от мира идти, а он очень тщательно выбирает с кем общаться. Ну знаете-ка, что лебеди, они как бы летают с лебедями, да, они не живут с воронами на помойке. То есть в этом смысле. Уединение означает, что такой человек, он ищет общество от таких же, как он. То есть ему неинтересно склеение, ему неинтересно обсуждение, за кого в очередной раз ушла замуж Пугачева, да, вот как бы. Ну, у тебя нет. Это не статусно. Не-не-не-не-не-не. Собеседник. Наимая душевная. Душевная. Душевная близость. Он просто реально выбирает вот близких по духу людей. Вот в этом смысле. То есть не то, что он там в горы обязательно уезжает, да, или еще куда-то. У одного святого однажды спросили, он приехал в Америку, и он спросили, вот, вы святой человек, что вы вообще сюда приехали? Он в Нью-Йорк причем приехал, да, вы приехали в город, как бы, желтого дьявола, да, что вообще здесь делать пришел? А я на самом деле в Нью-Йорке. Я как был в святом месте, так и остался. Я отсюда ничего не принимаю. Я не хочу отсюда ничего убрать, мне это не надо. Внутри я там. Здесь такой же. То есть человек может жить в самой гуще города, там, не знаю, чего угодно, событий, когда я работаю там очень интенсивно ходить. Вот, но внутри он очень четко фильтрует. Да, что он принимает снаружи, что нет. Вот, ну и, соответственно, противоположность, это наоборот, это стремление общаться с такими людьми, как вот, ну, с негодяями, как, да, общение с нужными людьми. Ну да, так это можно описать. Да, с нужными. У нас сокращенно получается общение с нужниками. Ну, в принципе, так оно и есть, да, по большому счету. То есть ему интересно, те, рыбак рыбака бить нет издалека. Ему интересно, а ты знаешь, а я украл миллион. А-а-а, уважаемый человек. И следующие две последние ступеньки, их часто объединяют в одну или как бы по разности. То есть первое, это то, что человек понимает, что единственное, что на самом деле, чем стоит заниматься, это самоосознание, то есть важность самоосознания. Вот, и как бы, ну, сюда же хочется поиск Бога. Поиск абсолютно истины, вот так это точно говорят. Поиск абсолютно истины. Вот, а на противоположном конце шкалы, соответственно, люди понимают, что какое самоосознание, какая душа вообще? Вы вообще о чем говорите? У людей появляется конкретный лозунг. Очень часто его можно услышать. Кто догадается, какой? Хватит вот в портане какой-то там в душе. Что надо делать? Просто жить. Работать надо! Знаете, вот это вот? Когда верующие там куда-то идут, там, хватят, умолят за человека. Вот это вот. То есть так и напишут, да, работать надо. Ну и, соответственно, а здесь человек, он уже не ищет абсолютную истину, а у него уже появляется философия. То есть он как бы оправдывает такой вот, ну, оправдывает материалистический образ жизни, глубоко причем. То есть философское, вот так вот напишем, философское оправдание материалистического образа жизни. То есть реально, говорит, Бога нет просто. Единственный правильный образ жизни — это тот, который ведет кто? Деньги. Я, я, который веду. То есть здесь человек, никакого Бога нет. Единственное, это то, что вот мои ценности. Все, Бог умер, точка. Да, как бы вот такого. Но это уже закоренелый такой человек, это уже край. То есть вот это уже, вот здесь вот уже маразм реально начинается. Вот, потому что вот уже, собственно говоря, начиная с вожделения, да, вот тут начинается болезнь. Потому что вожделение, когда человек вот в этом направлении начинает двигаться, один из самых первых признаков вожделения у человека начинает ухудшаться память. Поэтому, когда человек приходит к врачу и жалуется, что все это я стал плохо помнить, да, это на самом деле лечить нужно, ну, не только сосуды. Сосуды важны, без вопросов, да, там, вот, холестерин снижать и так далее. Вот. Глубже причин всегда. Раньше, причем это как бы, ну, не так давно, это даже вот в нашей стране так было, люди приходили к врачу, просто врач и священник, это был один и тот же человек. Они приходили к врачу, те же священник, и говорили, доктор, что-то я жадноватым стал. Доктор, что-то я завидовать начал. Люди просто очень хорошо понимали, что вот эта самая жадность и зависть, да, она впоследствии приведет меня и вот к этим делам, и к печени больной, да, и ко всему остальному. Вот. Я не понимаю, надо лечиться вовремя, вот здесь вот надо лечиться. Вот. Ну, сейчас, ну, можно, ну, сосуды лечить надо, я говорю, конечно. Только реально этим, проблему, не устраняешь причину. Вот. Ну, все, давайте подведем итог. Духовные не болеют. А? Духовные не болеют. Болеют, но по другой причине. Я просто совсем недавно вот этот момент, да, вот читал, где-то что-то объяснило. Они говорят, что, строго говоря, вот духовный человек, да, он не обязан болеть. Строго говоря, не обязан. Может не болеть, если не захочет. Но. Они добровольно берут на себя боль других людей. Поэтому говорится, что настоящий монах, он всегда чуть-чуть прихварывает. Да, он воспринимает боле. Надо объяснить. Я в данном случае не запретил. Это не мое мнение. Я просто передаю то, что написано в Шахстах Ведах, то, что я читал. Тело дриплеет того и другого. А? Тело-то дриплеет. Не только. Понимаете, тут есть сейчас, 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 тут есть один очень интересный нюанс. Просто, опять же, помните, как мы про власть говорили, да, что власть это вот с одной стороны это полномочия, с другой стороны ответственность. Болезнь то же самое. Есть болезнь, а есть страдание. Это две разные вещи. Конечно. Можно болеть, но при этом не страдать. Не страдает. То есть, монах, тело у него может действительно болеть. Но это не значит, что он испытывает вот боль, он от этого мучается. Наоборот. Есть такие молитвы. Самых-самых возвышенных, ну, святых, старцев там каких-то, да, отшельников, они говорят. Пожалуйста, пусть мое тело падает, пусть я испытаю всю боль этого мира. Если только, пожалуйста, ради того, вернее, чтобы эти люди, они хоть чуть-чуть стали ближе к Богу. Это их аскеза. Они от этого не мучаются. Наоборот. У них там другие законы действуют. Вот эта телесная боль, она возвышает душу. Очищает ее. Зачем Христос уходил в пустыню и постился, да, сорок дней? Может, у него в более комфортабельных условиях это сделать? Ну, условно говоря, под кондиционером, да, там, все. Нет, он уходит. Зачем это? Потому что он понимал, это подвиг. Это духовный подвиг. Это невозможно объяснить человеку, который, как бы, ну, в принципе, не интересуется этими вопросами. Счастье, которое испытывает от этого человек, да, от того, что он что-то сделал для других, оно настолько превышает, вот, ну, вот эти мелкие проблемы с телом, что тут даже сравнивать невозможно. Потому что он уже понял, где у нас вот это вот осознание бренности, да, он понял, а что я делаю-то, ну, сильно беспокойся. Я что, буду жить в нем вечно? Я все равно его рано или поздно потеряю. Вот смысл из этого париться. В Бхагават-Гитте, вот, с которым мы начали, да, это оттуда стих, там последнее, последнее наставление, которое Бог говорит человеку, ты просто доверься мне. И там дальше идет слово, которое на русском вот переводится, не парься. То есть, ну, не беспокойся из-за ерунды. Я во всем позабочусь, говорит Бог. Ты просто, вот, делай правильные вещи, все, у тебя больше ничего не требуется, все остальное я беру на себя. И вот монах так, ну, Господи, ой, он что, не может помолиться Господу, Господи, ну, сделай, в конце концов, так, чтобы все прошло. И что, Бог не сделает для него это? Сделает, конечно. Он сам не хочет. Он говорит, Господи, не обращай внимания, это такая ерунда вообще. Я тут пострадаю, ты не волнуйся. Ты вот, главное, людям помоги. Монахи, они же не за себя молятся. Знаете об этом, да? Да, да. Семкин царапский все время болел, он всю жизнь не расширил. Совершенно. И что, он страдал от этого? Ничего подобного. Он страдал из-за другого. Это один из последних оптинских старцев, я не помню, то ли последний, то ли предпоследний. Он не выходил, как бы, на публичную проповедь, да, вот, к людям со словом. То есть, его сказали, люди собрались, люди ждут. Он говорит, простите, Бог не пришел. Ну, то есть, не чувствовал присутствия Бога. Не пойду, я не хочу им пустые слова говорить. Как я, Бог не пришел, как я пойду? Вот. Ему не важно было, сколько там народу собралось. Перед одним человеком, говорю, 30, там, тысячи собирались. Единственное, что его реально волновало, вот, есть вот эта связь с Богом? Нет, Бог пришел или нет. А тело, это фигня вообще из-за этого. Вообще не стоит из-за этого беспокоиться. Другой уровень. Не страдает. Нам сложно это представить, потому что у нас, для нас тело, это все, да. Утром проснулся, тело болит, все, день на смарку. Но мы можем жить по-другому. А вообще, если вот так вот все пойдут в монахи, и все будут помолиться, и все... В монахи... Что будет с обществом? Поймите правильно, что монах это не... Тут опять же слово надо правильно понять. Монах это не тот, кто живет в монастыре. Монах это внутреннее состояние. Монах это тот, кто идет к Богу. Можно жить в доме, в семье, иметь кучу детей, прекрасную жену, и быть при этом внутри монаха. Совершенно верно. То есть, храм в сердце, да, вот эта вот вещь. Монах это означает цель у человека есть, двигаться к Богу. А уклад жизни, он действительно может быть разный. В монахе, ну в смысле, в реальном монастыре, да, отреченный образ жизни, это для... Это очень немногие люди, на самом деле, неоспособны. Это для очень малых людей подходит. В ведах есть такое совершенно четкое настроение. Для абсолютного большинства людей, конкретно. Для ста процентов женщин и девяносто девяти процентов мужчин. Идеальный вариант для духовного прогресса — это семья. Знаете почему? Совершенно верно. Потому что в семье не спрячешься. Знаете, по этому поводу шутку последнюю расскажу, на этом установимся, да? Когда такой мужик, очень уставший, уже измотанный домой с работы, приходит, уже вот такой, никакой совершенно. И тут толпа детей говорит, папа, папа, давай играть! Он так затравленным взглядом на них смотрит. И тут его осеняет, точно говорит, давайте будем играть. В мавзолей. Я буду Ленин, а вы чисто... Поэтому... Вот, понимаете, быть монахом в семье гораздо труднее. Потому что ты в кире не спрячешься. Там постоянно кто-то прибегает, что-то происходит. Вот таким вот образом. Вот. Всё. То есть давайте как бы подведём итог. То есть выбирает каждый человек. Всё, уже заканчиваем, уже заканчиваем. Выбираем итог просто. Но мы каждый для себя можем определить, к чему мы хотим, в конце концов, прийти. Преимущество этого пути не только в том, что человек когда-то там обретёт мудрость, просветление и так далее. Просто само подвижение, продвижение по нему, оно само по себе делает человека счастливым. И самое интересное, что если даже человек не доходит до конца, а просто останавливается на какой-то точке. Бывает такое? Ну это с годами. Мудрость с годами, не тряпогаловка. А скорость разная. Скорость разная, да. Бывает и 6 лет уже человек мудрый. А бывает и 70. Никак. Вот. Я к чему-то... Что даже если человек не доходит до конца, даже если он останавливается, там вот в той же Багаладвире говорится, человек ничего не потеряет. Потому что в следующей жизни он начнёт с того уровня, на котором останавливается. Вот именно поэтому, да, бывает, что дети рождаются сразу мудрые. Никто ничему не учит, а у них сразу это есть. Вот. Это уже выигрыш. Это значит, что... Вот это реально, это всё останется с человеком. Здесь, если человек не доходит... Ну не важно, на каком бы этапе, до какого бы уровня он не достиг. Он теряет всё. Путь приобретения, путь потерь. Выбор за каждым из нас. Его делает каждый. То есть моя задача не заставлять их загонять. И просто моя очень маленькая скромность, это просто рассказать об этом. Дальше. Второй вариант, извините, начнёт всё с чем? Если повезёт. Обычно люди, когда вот до этого состояния доходят, они рождаются уже, по-моему, как правило, в животных делах. То есть, ну, он... Потому что, а смысл ему рождаться человеком? Он жил как животное, ну, он хотел жить как животное, ну, пускай живёт как животное. Там все отрицательные, чистые характеристики говорят про это. Поэтому он идёт в упадок. Просто после смерти человек получает... Человек идёт туда, чего он больше всего хотел. Самый большой интерес, который был в жизни у человека... Причём, тут очень хитрый момент такой есть. Это не то, что человек вот на словах постулировал. Я иду к Богу. Ага. В момент смерти проявится истинный интерес, настоящий. То, что оставило самый большой отпечаток в течение жизни. Ну, Дэль говорит, фигня. Буду жить как попало, в момент смерти вспомню о Боге и пойду к Богу. Ага. В момент смерти, говорит, человек не может себя контролировать. Он не контролирует себя. Он вспомнит на автомате именно то, что оставило самый сильный отпечаток в его памяти. Один знакомый рассказывал. Реально он больше 15 лет практиковал, то есть он занимался духовной практикой. Ну, и так, где-то в глубине дышу, считал себя вполне уже продвинуто, духовным человеком. Говорит, утонул. Ну, в смысле, он по ганге плыл, вот эта вот священная гийская река, все, там место Аполлончика, туда-сюда. Лодка перевернулась, а он плавал от нее в мир. Пошел ко дну. В последний момент вытащили все-таки, откачали. И он потом рассказывал. Вот я понимал, что я тону в ганге, в священной реке. Вообще, ведок, говорит, тот, кто тонет в ганге, сразу к Богу общему ходит. Круто. Я знал все это. Я 15 лет практиковал, елки-палки. Но последняя мысль моя была, я вспомнил рекламу Сока, которую видел в детстве. Вот она всплыла. Парадокс, но именно это было. Я не знаю, кем он родился, да, с таким воспоминанием. Ну, не знаю, может быть, там, мышка на фабрике. Сока, может быть, еще кем-то, не знаю. Он не вспомнил о Боге. Это стало очень серьезно отнестись к тому, что он делает. Другая история, тоже реальность жизни. Я как бы сейчас, ну, все хорошо, да, но реально, это серьезная вещь. Это вот совсем буквально несколько лет назад было. Тоже человек вот реальной ведомой занимался. Очень серьезно, очень глубоко. Перенес паническую смерть. В момент смерти, ну, какое-то время он был, вот, все, вот ключик полный, да. Он говорит, я увидел себя в аду. Не в аду, точнее, а вот этого, вот того самого Бога смерти. Ну, вот, на суде, да, кого куда отправляют. Бог смерти сказал, ты пойдешь в ад. Он сказал, как же так, я же, как бы, я же духовный человек. Он монах, кстати, был. Я реально, я вот все, отреченный человек. У меня, я же всю жизнь, говорит, не, ты на самом деле этим всем занимался просто как ритуалами. То есть, на самом деле, ты это просто делал для того, чтобы бонус получить. Да, вот, это у тебя вот здесь вот было. Да, то есть, это дело для себя, не для Бога. Мы это тебе засчитали, но это то, чем ты занимался, души в этом не было. Не попадешь ты к Богу таким образом, пойдешь в ад. Его откачали, и он побежал сразу к своему духовному учителю. Говорит, да, что такое вообще было? Духовный учител, ну, а что я тебе могу сказать? Ну, вот такая твоя духовная практика. И он очень серьезно переменился. То есть, он понял, что все, что мы делаем внешне, снаружи, это не так важно. А вот то, что происходит внутри, вот это, в конце концов, поднимет все. Поэтому снаружи может выглядеть очень по-разному. Но важно, что вот здесь, вот здесь. Я очень надеюсь, что то, что мы говорили, что это, может быть, заинтересует, похоже, как-то. На этом у нас на сегодня все. Очень сложно. А можно идти пока? Можно, да? Можно, да? Чем-то можно? Ну вот, вы изложили, мы, например, не слышали. Я не слышала начала вашего лекарства, поэтому вы не скачали. Вот вы так, последнее, это изложили, да? Вот этот, который, предмолодая, ты его пройдешь, ты добьешься до этого вращения. Ну, вот вся сложность в том, для меня лично, что можно добиться двенадцатого функка. Который? добиться 12 осознали бред и при этом не добиться минимальных нет этой последовательности в жизни нет этой четкой плюс 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 и вот оно целое есть один такой нюанс не надо думать что если я достиг вот этой стадии то все остальное у меня уже как зачет и мне к этому возвращаться не надо на самом деле вот этот весь путь проходит каждый день то есть иногда я с утра встаю еще вчера еще вчера все было классно еще вчера я был полон решимости куда-то двигаться вперед к богу да чего такое а а сегодня вот реально вот до тех пор пока человек не достигнет где у нас стабильность вот до стабильности у него будут владеют колебания и после они тоже будут просто значительно меньше но в любой момент что в любой момент человек может вот из этой половины усмотреться вот сюда причем самое интересное что он отсюда допустим да он не вот сюда уходит отсюда он уходит вот сюда даже так может быть вот поэтому расслабляться не надо я вот к этому да вот поэтому действительно иногда хоп всплыло что-то такое вот хоть стой хоть падай оно вылезло да надо с этим что-то я думал нет помните этот любимый фильм форму как там обыкновенное чудо я как почетный святой как почетный великомученик как почетный папа римский нашего королевства да вот это я уже себе вот так думал а потом тут как вылезло так вылезло и это я это тоже я да я думаю что мы с этим уже давно разобрались но мне с ним приходится и еще один момент вы говорили про вожделение любовь какие-то были в предыдущей лекции и главные в будущих лекциях вот в семье в частности семья в данном случае вы так как-то сказали но я записалась дословно хочу изменить под себя тебя а не себя тебя да в данном случае а если идет речь о помощи самосовершенствования семья для этого предназначена то есть когда как это вожделение или любовь то есть что дорогой сейчас я буду тебя нет это внешне вы как бы так уже утрировано делаете просто это другой а это не утрировано это на самом деле так есть это тонкая но вот эта штука вот это очень тонкая грань в ветах есть очень простое очень жесткое вернее одно из немногих очень жестких условий оно говорит ребята смотрите в свою тарелку каждый сам делает свое дело вы можете стремиться помочь другому человеку но единственный способ с помощью которого вы можете это сделать это работать над собой нету другого варианта все остальное будет эксплуатация если ты видишь даже ты видишь что ты вот например на двенадцатой степени так вот первым тоже как вы уже делали а он на первой и я не должна ему помочь если он чувствует я должна ему помочь но чем? это единственное что работает а слово, а мысль а если у вас внутри не будет состояния если у вас внутри не будет вот этого чисто чистоты то человек услышит то есть если есть чистота и человек говорит послушай вот здесь вот неправильно вот здесь надо сделать по-другому человек это примет но если хоть чуть-чуть хоть чуть-чуть вот этого самовожделения да? то есть а вожделение это значит я имею право тебе это сказать я лучше Вот если хоть чуть-чуть у меня есть, я лучше, человек отреагирует отрыва ситуация, пошлет и будет прав. Ну не любой способность. На этом надо учиться. Ребята, поймите, что духовная жизнь это не прорыв, не подвиг, не вспышка света, не мистика, это труд. Это просто реально, берешь и делаешь, это практика. Это практика. Как зарядка? Хочешь стать сильнее, каждый день занимайся. Хочешь стать духовно сильнее, каждый день занимайся. Ну тут все просто. Просто мы это или делаем, или нет. Все очень просто. Нет никакого волшебства, нет мистики, там, какой-то эзотерики, ничего такого нет. Просто работа. Работа в нужном направлении. Ну нет тут никакого волшебства, серьезно. Просто делаешь правильные вещи, получаешь правильный результат. Наука как раз... Что значит научный подход? Научный подход говорит, если у тебя условия эксперимента правильно выдержаны, значит ты точно можешь предсказать результат эксперимента. Мы об этом говорим. Если мы правильные условия выполняем, мы можем точно предсказать результат. Если мы здесь правильно выполняем, мы тоже можем предсказать результат. Мы просто можем выбирать теперь. Веды говорят, что хотите, то и делайте. Веды говорят, что хотите, то и делайте. Просто вы осознанно выбираете. Не как попало, не как судьба сложится, а осознанно. Вот единственное, что они предлагают. Абсолютно полная свобода выбора. Единственное, на что никогда не покушается Бог, это на свободу выбрать человека. Он скажет, как хочешь, я тебе все расскажу, но ты решай сам. Есть смешная такая штука, что, знаете, из священных писаний каждый человек выбирает то, что ему больше всего нравится. И в Бхагавадгите, там, помните, последнее наставление, да, то есть не парься и так далее, дам Бог говорить человеку, я тебе все рассказал, теперь решай сам. И был такой человек, говорит, вот, вот это наставление мне больше всего нравится. Я, конечно, все выслушаю, но все равно буду сделать где-то так, как хочется. А Бог сказал, все, да, вот, записано. Самое главное у нас признание. Мы теперь можем выбрать сами свой путь. Пользоваться им или не пользоваться им, это выбор каждого абсолютно, без всякого наестра. Все на этом. Спасибо. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще минуту внимания я займу ваше мнение. Я хочу вас информировать о том, что сегодня мы встретились в этом помещении последний раз. И хочу сказать, что нам все-таки нашли помещение. Ура! До сегодняшнего дня не знали, где мы чего будем. Галина Васильевна, где? Значит... Пойма тайна. Пойма тайна. Ну не открывайте тайна. Нам дают помещение в автохозяйстве. Но дело в том, что там нужен ремонт. И я обращаюсь к всем присутствующим. Да. Косметический ремонт. А все мы это должны сделать своими силами. Потому что в культуре нет денег. А там вот где актовый зал? Актовый зал, да? Да. Значит, все, кто может... Всеугодники. Да. Откресники. Оставьте свои координаты. И когда нужна будет ваша помощь, мы вам сообщим. Там площадь большая. Это такая же площадь. Такая же площадь. Такая же площадь. Да. Как все это место у нас, то есть холодное. Ну, помню. Все. Все подраховки. Главное, чтобы книги есть. Зато холодное помещение. Они что-то речи. Мы высоко не упали. Галина Васильевна, отапливается помещение. Отапливается. Ну, я думаю. Да, мы не расходимся. Сейчас мы пьем чай.